Ты приходишь к разбойникам, там цветочки, пони, радуга, а тут смотри, у меня есть член, у тебя есть задница. Лёха, тоже наговори, потому что аудишен, он когда вырезаешь шум, он начало съедает скотину. Доброго времени суток, симпатяги! Вы смотрите передачу ReefUp, где мы рассматриваем хинта-игры и выдвигаем своё личное мнение, стоит ли в них играть. Это вступление более официальное, чем обычно, поскольку в этот раз с нами самый душевный и ламповый человек на ютубе, у которого по факту я и взял ядро данной рубрики. Иван Лоев или же Фен поиграл в культурные игры, дабы рассказать вам свои ощущения от них. Дратути, дратути, сегодня мы щупаем. Мисс Нека Пайратс. Это ловко придумывать описание краски прямо на ходу. Ща, секунду. Мисс Нека Пайратс. Адвенчурный экшен с поиском мадамов себе в команду на пиратский корабль. Монстр Квест Парадокс РПГ. Джи РПГ в фэнтезийном мире, куда засунули сиськи просто на каждый угол. Сакам Брюери. Эээ, щас. Блин, а чё про неё, как про неё сказать? Скорее Брюери, мне кажется. Ну, они Брю... Ну, в смысле... Бр... Ну, да, правильно прочитать. По идее, Брю, короче. Потому что Айрон Брю. Пейтих Лашдорван. Сакам Брюери. Игра, в которой вы почти не будете заниматься. Эээ, вот этой самой Брюери, наверное. По крайней мере, по моим ощущениям. Инари, добрая, светлая, милая возвращение в какие-то двухтысячные, наверное, даже середины двухтысячных. И Лона РПГ, известная в культурных слоях игра про очень-очень-очень-очень-очень тёмное фэнтези. Deep Dark Fantasy. Да. Ну, Лёха, можешь там свой текст зачитать дальше. Ты-то живой. Всем привет, меня тут не представили, поэтому я так, привет-то я подсяду. Вообще, изначально, вот когда мне Вова сказал про то, что мы будем записывать видеоролик с Иваном Лоевым, я, честно говоря, у меня выстроилась некоторая логическая цепочка. Я понял его план. Он скоммунизил рубрику со СтопГейма, назвав её рефап. Не полностью. И теперь... Не надо. Подача наша, да. Никто не отрицает. Но формат-то рубрики. А теперь у нас случился Иван. И записывайте. У нас скоро будет СтопГейм Вершин Ту про хентай игры. Одного из авторов он уже урвал. Через время будет наш канал называться СтопФаб или ФабГейм. На очереди Солодилов с рубрикой «Разбор залётов». Люди шо смотрят СтопГейм, шарят кто он и почему в Эстонии женщины после 35 активнее рожают. Потом пойдут трудности. История серии Лон РПГ будет вести автора величайшей истории серии Файнал Фэнтези. Всё к этому и идёт. Я свою тему на СтопГейм. Тут нужна пафосная мрачная музыка, короче, дарк-оркестровка, вот это всё нагнетание и так далее. Потом резко найдётся. Гунгуров. Не, а потом вы станете относительно популярными. Ютуб такой типа, мммм, странными делишками вы тут, детишки, занимаетесь. Забаню-ка я вас нахер. Всё к тому и ведёт, Вова. Вот к чему ведёт твой путь. Вот. И придётся вам, не знаю, бусте заводить или что-нибудь подобное. Вот такие игры. Хинтай игры. Это просто идеальная штука, где... Гунгуров может говорить, я сделаю это за косарь. Так. И получается, из всех игрушек, с чего, в принципе, можем мы начать? Самое очевидное будет... Мы можем идти тупо по порядку, наверное. Самое очевидное будет словно RPG, но нет. Давайте с... Донны-донны начнём. Вы вообще смогли её запустить? Я в Дону-Дону не поиграл. Я её не перечислил как раз по этому. Господи. Ладно, тогда даже на удивление до самого себя, я думал, я тут так на скамеечке рядом посижу, когда услышал про текст Алексея, расскажу про Донну-Донну или Донху-Донху, как её правильно произносить. Это у нас какая-то помесь между Даркест Данжен, персоны и с примесью культурщины. Максимально странная игра, но при этом у которой, в отличие от остальных хинта игр, скажем так, есть бюджет и немало своих фанатов, которые в том числе даже делают по ней очень много косплея. Ну, то, что я точно могу сказать, у неё клёвое меню. Заходишь в меню, оно такое живенькое, цветастое, динамичное, потом ты жмёшь на кнопку начать игру и оно такое... Да, это всё потому, что надо либо устанавливать в винде японскую локаль, либо скачивать локал-эмулятор и запускать причём через кнопочку админ, что даже для меня необычно было. Вообще, эта игра, скажем так, входит процентов 15-20 хинта игр, которые именно что и имеют у себя в багаже бюджет какой-то. То есть, там не нарисованные на обум, тем более как в Black Souls, артецкие, а сделаны профессионально хорошими художниками. Так, мне башка не варит, я опять же не ожидал, что я первый буду рассказывать. Если лаконизировать, то я могу максимально описать эту игру как пиздец, она меня затянула на 5 часов, я не мог из неё выйти. По той простой причине, что она совмещает в себе пошаговые бои из Darkest Dungeon. И в какой-то степени тут даже тоже есть механика депрессии и отчаяния, как там, но не у главных героев, а у второстепенных персонажей, которых мы здесь по факту воруем во время миссий. То есть, между миссиями у нас есть хаб, в котором мы можем настраивать свой отряд, то есть давать им оружие, раз в день с кем-то провести время, что может привести к хентай сценам. И слава Одину, здесь нет хентай сцен с парнями, потому что они там тоже присутствуют, я бы преисполнился о своём самопознании. И с помощью вот этих сценок и после боя, как я успел понять, просто я на это не обращал внимания на экране статистики, повышаются отношения с персонажами, после которых у них появляются новые скиллы, в том числе ультимейт. У главного персонажа очень забавная ульта, которую я успел посмотреть, он просто прыгает на стену, отскакивает от неё, роняет противника и делает очень много выстрелов и последний в прыжке с двух пистолетов в паховую область. Это очень страшно выглядит, я тебе бы не хотел так получить. Этими самыми персонажами, у которых довольно-таки большой, есть как парни, так и девушки, есть нелицензионная девушка с феноменальным именем порно. Это просто шедевр. Мы и проходим миссии. Но в чём заключаются эти самые миссии, помимо воровства этих самых девушек? По сюжету у нас что-то наподобие киберпанка, только не в классическом его понимании, думаю, описывать смысла не имеет, а в том плане, что этим городом полностью правят корпорации и всем управляют. И наши главные герои, которые все являются либо детьми, либо подростками, они с этим режимом пытаются воевать. Посредством проникновения на всякие территории этих корпораций и в воровства всяких штук. Один раз мы проникли в поликлинику, чтобы украсть таблетки, я не знаю, как это нашему делу помогло, но... Сомнительно, но окей. И посредством, как даже напрямую гласит описание игры, воровству девушек. Прямо во время миссий. Мы воруем школьниц, мы воруем медсестёр, мы воруем сотрудников магазинов круглосуточных, мы воруем всё, что не прибито. Вернее, всех. И помимо основных миссий, у нас, в принципе, есть выбор, как совершить, скажем, свой день, либо пойти на вот эти GRPG-миссии, либо начинается симулятор борделя. Чего я в этой игре вообще не помнил, потому что минут 20 играл в неё, наверное, года полтора назад. С помощью вот этих девушек, которых мы воруем на миссии, мы используем их как покемонов. По факту мы прокачиваем им статы посредством тренировок, либо даряем вещи, и подбираем для них подходящего клиента. То есть, во время этой миссии у нас есть конкуренты, конкуренты со своими статами, и наши девушки со своими. И клиенты либо уходят к ним, либо к нам. То есть, для этого статы и требуются качать. И также, в зависимости от совпадения статов девушки и клиента, мы получаем награду в виде денег, которые можем тратить в магазине. Ну и, в принципе, за 5 часов игры это всё, что я могу сказать. Очень странная комбинация в плане самого геймплея, и очень хорошая реализация в плане самой рисовки. То есть, что касается хентай-сцен, у меня к ним претензий вообще нет. И очень радует, что в этой игре именно что обычный геймплей. То есть, не как обычно в хентай-игрушках, что либо какие-то корявые анимации во время боя, либо наподобие того. А именно, хорошо нарисованные, намного лучше даже, чем во многих визуальных новеллах наподобие, боже упаси, Некопары, рисовка. А чё боже упаси? Ну, потому что Некопары это, скажем так, легендарная хентай-игра, которую все любят. И лишний раз смогут найти люди, которые, ааа, ты проявил неуважение к Некопаре, ты назвал какую-то игру лучше, чем она. Ну, как бы, во-первых, Некопара это визуальная новелла, и во-вторых, очень старая визуальная новелла, рисовка в которой хуже, чем здесь, даже учитывая её качество. Да. С первым героем бегают некую две девочки, и такой, няковай, любовь, и все остальные штуки. Вот, и доезжаешь до, собственно, самого интересного. До чего, мы на эфирах, к счастью, не доехали. Ну, там можно было на стриме играть просто без патча, хентайного, потому что игра продается в том числе в стиме. Есть её, скажем так, лицензионная версия, где нету вот такого контента, это во-первых. А во-вторых, и, скажем так, вы не раскрыли в тот момент данную игрушку, потому что есть один чувак на ютубе с ником Тедонор. Ладно, у нас внезапно тут ещё и накупара поучаствует в разборе. Сейчас просто скажу, на сколько часов у него видос по накопаре. Три часа двадцать семь минут. Вау. Полный разбор лор. То есть, по факту, там сюжет намного глубже. Ой, не, Господи Боже, зачем? Ну, в смысле, как сказать? По моим впечатлениям, игра максимально не про лор, а именно... Ну, понятно, что наверняка можно в него вкопаться. Наверняка, как бы, на три часа и наверняка найти три миллиарда несостыковок, потому что мы вот даже в рамках, ну, типа, первой части, у нас было столько вопросов к тому, как всё это работает. Типа, с юридической точки зрения, с биологической точки зрения, с всего остального углов. Но, типа, именно что есть ощущение, что это игра, которая, вот, типа, ты уставший японский офисный чувак. Тебя весь день в офисе, там, работа, боссы, японский вот этот вот менталитет трудоголизма и всё остальное, короче, во все дыхательные и пихательные дрючила. Ты приходишь домой, и тебе хочется, чтобы кто-то тебя обнял, приласкал и сказал, типа, всё, блин, не напрасно, жизнь, ну, не то чтобы прекрасно, но, типа, что-то в ней есть хорошее. И вот, короче, я какой-то такой вайп от игры словил, что это просто максимальный тебе заряд позитивной милоты в лицо, получи его и порадуйся. Да, Некопара, она, по факту, поэтому и сослужила, скорее всего, такую популярность, потому что она, как минимум, для двух типов людей. То есть, кто хочет просто получить вот такую вот милоту, скажем так, максимальную, просто расслабиться, но также можно и, во-первых, обратить внимание на, как правильно сказал, в целом мир Некопары, который, по факту, если очень глубоко накопнуть, является миром чуваков, которые любят поднимать руку к солнцу, если максимально зацензурить. А во-вторых, там у каждого персонажа своя довольно-таки драма. Нужно встать на стул. Надо это сделать. Совершенно бессмысленно не сделать этого. И всё-таки она не сделает. Уже потому не сделает, что это очевидно выгодно им. У каждой кошечки, ну, кроме, наверное, Чукова и Ванилы, говорю, окей, у них не то чтобы сильно драма, они просто комедийный элемент. Ваниль, конечно, шоколадка, и всё. А потом там прям жёстко идёт. Там и про музыку, и про... Ну, короче, жесть. Там можно очень долго обсасывать, но если продолжить про Дону-Дону или Донха-Донха, как это правильно прочитать, то, на чём я, в принципе, закончил, рисовка в крайней степени годная в хентай-сценках, и от неё глаз просто оторвать невозможно. Особенно, если ты очень часто играешь в хентай-игры и замечаешь в процентах, в 70 случаев рисовка либо очень бюджетная, либо максимально всратая. И вот тут прямо... Ну, окей, я могу назвать эту игру АААА в мире культурных игр. И в плане своей рисовки, и в плане своего геймплея, и всего остального. И помимо хентай-сценок, допустим, что я, например, даже, скорее всего, смогу впихнуть видос, если чуть-чуть это подредактирую, у каждого персонажа во время боя даже есть свои анимации. Использование предмета именно. Например, вот эта девочка с именем Порно, она очень эротично подкидывает предметы, ловит ногой, после этого они используются. И если делать какие-то выводы, то, в принципе, я уже сказал, что поиграл 5 часов, обычно мы играем максимум 2 часа, поэтому все, что я могу сказать, это фаб. И то есть даже не только фаб в прямом смысле этого понимания, что в эту игру можно поиграть ради этого контента, а в эту игру буквально можно просто поиграть. У нее очень интересный геймплей в плане менеджмента, потому что я случайно пропустил этот момент, но вот у этих девушек-покемонов есть статистика, вот эта вот депрессия, мораль, как она там правильно называется, я сейчас не вспомню, но если она упадет в нулину, то у девушки будет ментальный коллапс, и ты с нее, ну, не 100 йен максимум, а если очень сильно совпадут условия, ну, 3000 йен, может быть, получишь, что в крайней степени очень мало, и от нее можно будет уже просто-напросто избавляться. Тут как Darkest Dungeon не получится просто отправить в церковь, чтобы его там отпиздили и починили, и все. Менеджменты вместе с самими пошаговыми интересными боями, с прокачиванием отношений, и интересным, как ни крути сюжетом, пусть он и компоновка из различных сеттингов, но что сейчас в наше время не компоновка, все новое, это хорошо проебанное старое, все это очень радует, то есть игрушка просто максимально классная, я не понимаю, почему я до этого ее ни в один из видосов не брал, я просто-просто ее откладывал, откладывал и откладывал. Получилось немного сбито, я, конечно, это все подрежу, чтобы было поадекватнее, но я сегодня 20-ти пильти летняя маленькая девочка, которая стесняется, и все, мне в кайф. Так, я, в принципе, рассказал, у вас запустить не получилось. Но у меня получилось запустить, а в нее поиграл 20 минут, и в начале у меня сложилось впечатление, что ты мне опять подсунул игру в жанре куколд, но потом, когда я увидел первую сценку, я понял, что это все-таки не куколд, потому что есть сценки соития с главным персонажем, и когда, особенно машины, этот перевод очень хорошо отрабатывает, когда у тебя буквально промелькивает в глазах фраза «Порно делает минет», и на этом ты просто выпадаешь, уходишь в другую комнату плакать. Ты мне резко доехала, «Порно делает минет». Вообще, в принципе, игра построена. Ну, то есть, сам интерфейс, он выглядит как в персоне. И первое, когда я зашел в эту игру, есть один видеоролик, где Карл Джонсон заходит в свой дом, и там начинается персона. Ну, вот у меня примерно были такие же ощущения. Я вот из-за чего вообще сбиваюсь, потому что у меня внезапно вылетают из головы, что я сказал до этого. И я не помню, сказал ли я, что да, это персона еще. Ну, в самом начале ты упоминал. Помнишь, да. Да, прекрасно, хотя бы вы это помните. И тут не только стилистика в принципе самой игры, то есть, как персонажи двигаются, как это все сопоставляется, но и даже в дизайне персонажей. То есть, в персоне происходит как? Сначала это обычные, нормальные люди, там обычно школьники вот в этих костюмах обычных, деловых, скажем так, а потом что-то, кто-то, нечто щелкает пальцами, это превращается, извиняюсь за мой французский, в ебаный пиздец. Школьница одевается в красный латексный костюм максимально эротичный, с плеткой, кто во что только не превращается. И вот тут очень схожие, то есть, если они в обычной жизни в нормальных костюмах, то есть, порно в платьишке, там и т.д. и т.п. обычно, то, когда они в бою, это пиздец. Она, возьмем опять же, порно просто надевает жирную повязку на один глаз, какой-то максимально странный костюм, у которого просто лямка посередине ее тела, скажем так, проходит. Главный герой превращается в какого-то чувака из Вархаммера, вообще, в хим-пса, наподобие того, и происходит гробанный пиздец. И особенно, есть здоровяк, танк, я не помню, как его зовут, вот он, как будто, чисто сбежал из персона. А насчет хентая, в том плане, что с главным героем или нет, я, может быть, до этого не дошел, но все сценки, которые у меня за все это время были, они происходят с главным героем, то есть, с тобой. Ты с собой должен его ассоциировать, у него даже такое типичное поведение главного героя, с которым ты себя дорожишь ассоциировать. То есть, там никакого энтера нету. энтера это жанр, где главного героя превращают в куколда, либо главного героя, либо о, переснаешь на фоне, и ты играешь за девушку, которая ему изменяет. Вот обычно это происходит вот так. Тут такого нет. Вот, да. И хорошо. тянулся просто. Не знаю. Ну что ж, я думаю, мы в принципе можем тогда переходить к следующей игре, больше добавить особо некому, нечего. я так понимаю, да? Так. Да, давай тогда, я так думаю, в ту, блядь. Так, ты, получается, Леха, поиграл больше всего во ФНАФ, давайте вон РПГ у нас будет третий, чтобы на счастье все дела, и расскажи сейчас про ФНАФ, потому что фена на ФНАФ, блядь, фена на ФНАФ, сука, не хватило, поэтому, сказал ты. Ну да, у меня история с ФНАФом вышла максимально лаконично, я запустил игру, посмотрел на главное меню, такой, блин, ну в Доне было охуенное, главное меню, здесь какой-то пиздец, не главное, запустил игру, игра мне такая, тебе надо что-то там толчки помыть, какое-то вино куда-то налить, что-то еще куда-то засунуть, я такой, ага, а на что карта, а что-нибудь, а как-нибудь, хер тебе, ничего не объясним, выхожу, хожу по клубу, вперед-назад, такой типа, ага, вот сюда вино, что-то там еще куда-то, тут, значит, выходит на сцену мех, ну в смысле, не мех, как робот, аниматроник, аниматроник, вот, да, замечает меня, я такой, ну, мне надо, наверное, куда-то убежать, бежать, но я без понятия, куда, ну, короче, я тупо до этого самого, до своего сейфпоинта, ну, до изначальной комнатки, короче, не доскакал, она такая, аха-ха-ха-ха-ха-ха, наказывает меня, хенджобом, наказывает, вот, в кавычках, как всегда, сегодня будет много от меня кавычек, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ пришел в бар, мне сказали нет, у тебя нету вина, ты ничего не подобрал, ты ничего не можешь установить. Опять вышла мадам на сцену. В этот раз я добежал до сейф-рума. Захожу туда, она где-то там снаружи топ-топ-топ. Я в правую дверь, она уже, короче, рядом с правой дверью идет на меня. Я такой окей, я понял. Я в левую дверь выхожу, она уже рядом с левой дверью. Короче, мы с ней поиграли так вправо-влево, вправо-влево. Я ничего не понял. И такой ладно, хорошо, видимо, эта шутка куда-то вообще не на меня задумана и свалился. У меня такой чисто философский вопрос, на который я уже знаю ответ, но я хочу его задать. А какую, ну, что именно ты запустил? Смотри, там файл... Аркейд? Что-то там? Да, вот в чем главная проблема. А он должен был быть не аркейд? Ну, у аркейд-версии были тупо циферки побольше. Там... Я такой, типа, видимо, это... Да. Там две версии игры. Там две версии игры. Одна аркадная, это, грубо говоря, как оригинальный ФНАФ идет, то есть у тебя просто есть ночь, у тебя есть таск, ты идешь их, выполняешь, и все, и зарабатываешь деньги. И таким образом, как бы, игра играется. А есть другая версия, она, ну, типа, оригинальная. Там сюжетный режим есть, и рождественский режим. Там уже идет отдельная сюжетная линия, ночи, как бы, обучение, грубо говоря, и вот там ты уже... Там все немного попроще. Да, вот в чем Циммис просто не туда воткнулся. Аркадка, она чисто для... Зарабатываешь деньги, покупаешь себе компаньонов, костюмы, ну, короче, просто маешься хренью. А сюжетный режим, вот, именно, да, проще, Леш, раз ты хотел рассказать, рассказывай, я потом просто добью тогда, потому что я наиграл тоже прилично так. Да, но игра называется FAP Knights at Frenies Night Club. Разработчиком является Fatal Fire Studios. Данная студия ориентирована на создание Adult NSF в пародийных играх с 3D-анимированными видеороликами, комиксами, музыкой и контентом эротического контента. Это описание яса icho.com с кому ездил. Релиз игры вышел 31 октября 22 года. Как и оригинальная игра, она построена вокруг заведения по продаже пиццы. Только с присущими жанру play, fuck, fab. Элементами эротического содержания, алкоголем и подростковому сперматоксикозу. Отличается данное произведение подходом к пародированию, а именно не зацикливание на буферах и пельменях. Удивительно. Испанцы, испанцы, по-моему. Испанцы? Испанцы. Ну, я не уверен, там просто есть... Да-да-да, испанцы. Там просто нажимаешь escape, там есть кнопка паники, F1, и там разраб просто со своего рабочего стола 2-3 скриншот сделал, и там вроде все на испанском, я могу сейчас... Ну, вообще, в принципе, в игре всего 2 выбора языка, это английский и испанский. То, что у нас русская версия, это, ну, перевод. Тоже дополнительный. То есть, основная игра, основная, которую распространяет разработчик, выкладывает обновление, релиз, она на английском и испанском. В принципе, это 2 основных самых популярных языков в Америке, английский и испанский, и логичнее на них делать, чем на русском. Если брать ту же, например, Lone RPG, то она сделана вроде на китайском, на японском и на английском. Или английский это машинный перевод, Вов? Английский это вроде машинный. Ну, сейчас могу ошибаться, потому что там уже вообще другие приколы сейчас. Слишком сильно все разрослось с того момента, как я 2 года назад ее нашел и видос мы с тобой там первый сделали. Там сейчас еще пиздец. Но Lone RPG у нас будет попозже. Сейчас про пародию на ФНАФ. Так вот, она не зацикливается только на буферах и пельвенях, как неожиданно для хента игры, но и проработанностью своих диалогов, где основой лежит юмор и отсылки. Например, как в рождественском ивенте, где вся битва, локация, сюжет построен на одной большой отсылке к Resident Evil 4. Это и есть Resident Evil 4. Да, да, да. Отношение к построению диалогов выстроено по налоге Кли Пранк Адвенчур, где, как я и говорил в обзоре на ней, Кли, как будто это жертва реинкарнации хентай-манги, где взрослый мужик стал маленькой девочкой. Пробежимся немного по сюжету. Главный герой устраивается охранником в ночной клуб, где обслуживающий персонал это аниматроники Фури, которые в последнее время стали больше похожи не на обслуг, а нимфоманок и желаются выкупиться со всем, что движется. Однако, фон Гайем было поставлено условие, это работодатель, что если он облажается и он будет совокупляться с аниматрониками, то, цитата, его жопу порвут. Лишаться девственности заднего прохода в планы нашего персонажа естественно не входит. В Аркадии буквально, кстати. Ну да. Всего в игре шесть аниматроников, это аналог Фредди, Фрэнни, Банни, Фокси, то есть Фекси, Чики, которая также называется, аналог Голден Фредди, как я понял, хотя она моделька больше похожа на продукт Саити, Чики и Фредди, и кукла с самыми большими формами в игре. Это вообще весело. Которая вроде как куда ж там еще больше, и так у всех, по-моему, гига шары. Так в том-то и прикол, что у всех гига шары, у всех чересчур гиперболизированные формы, а у этой модельки они еще больше. Жесть. У ее друга. О, этот Чауто, скорее всего, этот Балунбой. Ну да, там она еще держит этого какого-то уродца, похожего на, не знаю, творение пилы с огромными яйцами, просто там, не знаю, как у джигурды. За каждый из них необходим свой подход и особенности контроля их активности. Чтобы не облажаться на первом же Трае, Фрэнни нужно заводить шкатулку, чтобы она продолжала танцевать стриптиз. Собственно, она у тебя выходила в Аркаде, потому что нужно было в компьютере, в рубке охраны заводить шкатулку. Если, ну, ты ее не заводишь, то она выходит на охоту и начинает искать твой, твою ебанитовую палку. Чики заводить нужно микроволновку, так же выйдет на охоту. Но, микроволновку заводить можно только в лайт режим, в режимах нормал и хард, нет, она просто через время выйдет и начнет искать тебя. За фексой, аналогом Фокси, нужно периодически в камеру подсматривать, как она ласкает себя на кровати, а то она обидится и тоже пойдет тебя искать. Если не успеть за ними, то они все выходят на поиски партнера. Так же на каждый день выдается определенный список дел. Прибраться в раздевалки, убрать мусор, поправить картины, почистить туалеты и тому подобное. За их выполнение дают деньги, за их невыполнение режут в штраф. На деньги можно покупать разные товары, плакаты, скины для главного героя, аксессуары для рубки охраны, специальные айтемы, скины для аниматроников и разблокировку определенных эротических сцен. Лучше всего выполнять основную часть заданий в самом начале, чтобы потом можно было относительно спокойно сидеть в рубке охраны и попивая кофеек, теребить крайнюю плоть. Одна из интересных деталей, периодически аниматроники отключают электричество. Так вот, если во время того, как отключили электричество, находиться в рубке охраны, то двери блокируются и выйти не предоставляется возможным. По сути, ты там заперт до того момента, пока не пройдет день. Прикол данной ситуации вот я не понял. То есть я сижу в рубке, смотрю, контролирую. Я туда зашел, условно, завести шкатулку, посмотреть туда, завести микроволновку. И тут вырубают свет. И остаюсь в рубке. И все. И вот после начала игры я просто сижу в рубке. А я тебе скажу. Я тебе скажу. То есть, во-первых, это да, с высокой долей вероятности не доработка, но ты можешь купить в магазине между миссиями отвертку, и у тебя сзади есть вентиляция, через которую ты можешь пропусти как раз таки на кухню. Я так и понял, что отвертка будет нужна, чтобы открыть вентиляцию. Но я думал, что когда, вот первый раз, когда это случилось, я сидел, думаю, ну ладно, все пипец, умираю. И слышу по вентиляции уже кто-то крадется. Ну думаю, сейчас откроет вентиляция, на меня нападут и гейм овер. Просто по вентиляции тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук и ничего не происходит. А потом просто конец игры. Ну, конец дня. Так что, если не все задания выполнены, то лучше держать одну дверь открытую. Кстати, да, если дверь одна открыта, то двери не закрываются. То есть, в оригинальном ФНАФе как было? Электричество отключается, кончается, все, двери открываются. И ты как бы сидишь уже со связанными руками и ничего сделать не можешь. И сейчас я вот как раз таки описывал аркадный режим, в который играл Фен. Который мне больше всего лично понравился. Сюжетный режим, вот его, по-моему, до второго дня дошел, да? Да, я даже не уверен, что третий еще есть пушта-версия 0.2.2. Ну, в чин-слогах было написано, что был добавлен второй день. Все, это была последняя версия. Следующая версия выйдет буквально там через что-то две недели. Десятого мая выйдет версия на Патреоне. Через две недели выходит в паблик. По поводу аркадного режима, чтобы потом лишний раз не разоряться, я могу про него сказать, что это, ну, не шедевральная, но очень хорошая культурная версия оригинальной игры. Потому что, в том числе, самих аниматроников, идея взята правильно. В оригинале тоже нужно было смотреть на Фокси, чтобы он не свалил и не прорвал тебе своим крюком Эбалу. И у всех остальных все сделано точно так же, но более, скажем так, интересно. И сам геймплей, сам по себе не доработан, но какое-то время побегать, побаловаться более чем сойдет. Потому что, например, я за первые внутриигровые два часа просто-напросто все делал, все миссии выполнял, запирался в комнате и сидел на месте, в прямом смысле, чай пил и играл в смартфон просто, пока пройдет ночь. Это не проработано. Ты берешь просто этот предохранитель, который рядом с твоей комнатой, заранее идешь выполнять миссии, вкалываешь себе еще адреналин, который стоит дешево, но при этом у тебя выносливость не кончается вообще. Быстро все выполняешь, если вырубается электричество, меняешь предохранитель и все. Не проработано, не очень интересно. Ну да, то есть потенциал у игры достаточно хороший и ею занимается самое главное. То есть это не какой-то проект, который подает надежды, но автор про него уже забыл и пару лет как не выпускает обновление, а сам куда-нибудь уехал во Вьетнам отдыхать. Хуя себе место для отдыха, блядь. Самсунги делать там, да? Ну сюжетка просто банально мне стала скучно, поэтому я ушел в аркадный режим. Но перед тем, как уйти в аркадный режим, я пошел в рождественский режим, который ты мне рекламировал. Хотя я и недалеко фанат жанра фури, но этот режим мне понравился. Диалоги также дают небольшую улыбку, а внимание отсылка в отсылке резидента Хуивил было достаточно тепло мною воспринято. В принципе, сами игры на движке Юнити редко выдают что-то более-менее качественное, данным творением я вполне доволен. Если раньше мой взор был больше ориентирован на игры, созданные на РБГ-мейкере, то в последнее время больше на продукты движка Юнити. Секс Хелл до сих пор вспоминаю как сон, в котором надо мной надругались черти. Кибергерл, зомби, хентай как второстепен... Кибергерл, зомби, хентай как быстро сплетенную недо-хентай игру. Но идею Лора Лорена and the Land of Ruins рисовку персонажей сцены с numica Exorcism of Madness вспоминают с теплотой верой, что однажды моему взору предстанет игра на Юнити, которую я по праву наделю статусом. Шикарно! На этом, в принципе, у меня все про эту игру. А то есть про сочетку ты даже ничего рассказать не сможешь? Слушай, толком ничего не могу рассказать, потому что она, ну, неинтересна. Да и мне кажется, в принципе, в эту игру можно играть ради рождественского ивента и аркады. А как только ты вообще ушел в сюжет в Рождестве? А я заш... А в Рождестве я зашел... Я закончил эту деревню, зашел в лифт и у меня игра вылетела. Я забил фиг и пошел играть в аркадную. А, я тут недавно вообще нашел хентайгру на Unreal Engine вроде как. Я вообще преисполнился своим самопознанием. По поводу сюжета. Он, в принципе, очень сильно коверкает оригинальный сюжет. В первой миссии, получается, ты сталкиваешься с Фредди. Тебе точно так же нужно, как и в Аркаде, сначала собрать какие-то вещи, поставить на место. Ну, в общем, сделать рутинную работу и все это время нажимать на компьютере, чтобы она никуда не убежала. Других девочек при этом нету. Вторая ночь уже начинается поинтереснее. То есть, там тебе Fallen Guy дает задание сделать пиццу и там ты уже сталкиваешься с Чикой. Но в конце предыдущей миссии, да, ты встречаешь вот эту куклу и баллонбоя, у которого кротчи из постела под ногами огромного размера. и она тебе рассказывает, что аниматроники не должны себя так вести и вообще она там очень долго спит и не знает, что происходит. Там у нее ты находишь вот эту цаплю или утку, которая башкой вниз, короче, делает, ты ставишь ее просто на пробел нажимать, поэтому Фредди даже убежать не может. И вот именно по этой причине вторая ночь с Сукуба с Чикой. И вот ты делаешь эту пиццу, впервые, скажем так, пересекаешься с Чикой, с ней знакомишься, как она вообще себя ведет, как она выглядит. Относишь пиццу и там вот начинается офигенная сценка с фоунгаем, то есть там реально чувак в фиолетовом костюме, как это, как это инди-игра называется максимально в Саратове, где чувак в фиолетовом костюме и блондин. Гудман? Не, не Гудман, Гульман, 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 то есть там Гульман, но вместо головы у него фиолетовый телефон. И этот чувак и курит. И причем прямо вот в разъем, где должен быть провод в телефоне, он через него есть пиццу, бухает и курит. Рассказывает офигенные истории про создателя аниматроников и в целом разгоняет на самом деле, учитывая, что опять же это хентай-породия интересный сюжет. И мелькает такая фраза, как Минет 69. То есть там Укус 67 был или что-то такое в сюжете оригинального ФНАФа. Я плохо его помню, я в детстве, в подростковом возрасте что-то про него смотрел, не более того. А вот здесь Минет 69, после которого и произошел весь этот сбой. Что да, они должны быть адекватными, разумными и просто обслуживать клиентов со своими, скажем так, настройками морального компаса и поведения. Но они все сбойнули и поэтому пытаются трахнуть все, что движется. Вот это в плане сюжета. И также в вторую ночь мы продвигаемся дальше. После этого нас начинает преследовать Чика, там случается забавный момент, что она втыкается в стол, обмазывается томатным соусом, из-за чего выглядит как маньячила вся в крови и гоняется все это время за нами. Мы находим там трупак этого уборщика в вентиляции, продолжает разгоняться сюжет, мы ищем центральный компьютер, чтобы скачать оттуда информацию. Там, короче, прикольная механика есть еще. Надо запустить проектор, где будет лагающая сценка с Фредди Хентайной и вот там во время, блядь, те привык, что у меня кулинарная цензура, а в рефапе мы ее, блядь, не используем. И вот она во время того, как на пике наслаждения мелькает пароль, блядь. Я с десятой попытки понял, что он там увидел, прошел дальше и там есть множество компов, среди которых ты должен найти файл с паролем, чтобы пройти дальше, все это время за тобой гоняется Чика, надо от нее как-то ныкаться и на каждом компе он уникален, там свои обои, свои файлы, со своими названиями, своя почта, то есть я очень плохо первую ночь помню, но вторая очень сильно проработана, что в качестве сюжета, что в качестве обстановки на уровнях, то есть да, она сделана качественно, ее не забрасывают вообще, вот что еще могу про нее сказать. и если не обращать внимание на то, что все персонажи, как я всегда говорю, это ебаная мясо, потому что иначе это не назвать, то в принципе она вполне себе играбельна тоже, хотя бы ради своего сюжета и геймплея, поскольку даже невзирая на то, что это хента игра и ты не должен в принципе бояться, в той же вентиляции во второй ночи я пиздец как салк, когда эта хрень меня преследовала. То есть она работает и как хента игра и как просто игра, сделанная по ФНАФу. Думаю, вот так вот я могу ее прописать и сказать, что фа. Ты что скажешь из описания? Ну ты еще описывал ее. Чем ты уже сказал? Я могу в принципе я в принципе могу дать точно такую же оценку, это в принципе игра неплохая, в нее можно поиграть, убить время, кто-то возможно получит от этого какое-то скажем так удовольствие, но жанр конечно на любителей. Это в Фурии аниматроники не каждому такое подойдет, но попробовать можно. Далеко не каждому, но опыт на самом деле интересный. Мне самому как-то Фурии не очень сильно заходит, мне было интересно. Так, мы уже обсудили Дону, Дону и Фаб Найт с Фрэнни, я думал будем обсуждать дольше получилось даже как-то быстро, я не ожидал, что ты даже не прошел сюжетку хотя бы, более-менее, чтобы про нее рассказать. И тогда по тихой грусти переходим к лоне РПГ и слово господь, ой, я забыл, в этом, я и название передачи забыл. Капец, у меня ошибок, не-не-не-не-не-не-не-не, с собой. У ЧГК? Да, у ЧГК, вот кто, на фоне которые звуки запускает. Распорядитель? Вот, и слово распорядителю Ивану Лоеву, что он скажет про Лону РПГ. У меня просто сбушки все резко вылетело. Такое описание пойдет. В принципе, учитывая, что там происходит, да. Ну, в принципе, да, потому что типа про Лону РПГ я знаю, ну как, узнал года, по-моему, два назад. Может, даже, кстати, больше. Я не помню, когда она вышла. Ну, короче, когда-то, в какой-то момент Ютуб, когда я по нему шел, мне такой, типа, смотри, есть ролик. И у ролика было какое-то интригующее название, но я его уже точно не помню. Поэтому перевирать не буду. Вот. И, собственно, ты запускаешь ролик, и там, в принципе, как бы товарищ объяснил достаточно популярное, что это недобрая игра, где все плохо. Вот. И на проработку вот этого все плохо, насколько оно в деталях, короче, продумано плохо. В общем, разработчики убили огромное количество времени и сил. И, как бы, если вы хотите, чтобы вашему протоконисту было очень грустно, очень плохо, и потом еще очень грустно, и еще очень плохо, и очень плохо, и очень грустно, и так далее, и так далее, и так далее, и очень много слоев вот этого, То как бы идите в лону РПГ Это штука для вас Вот, потом сколько-то лет спустя вышел Fear and Hunger Которая в принципе по схожему формату устроена Там тоже всем плохо, всем грустно, а потом всем грустно и всем плохо Вот, мой опыт знакомства очного в принципе получился достаточно похожим Потому что Fear and Hunger, я запустил вторую часть меня в прологовом сне Короче, мне отрубили ноги, руки и такие типа Ну теперь ты как бы непонятная культяпка Все, можешь как бы пытаться ползать и что-то делать Но это не даст тебе ничего хорошего, только перезапускать игру В лоне у меня чуть получше было в том плане, что я уже как бы зная опасения и все остальное Прошел интряг спокойно, без излишней жести Вышел в город, что-то по городу помотался Получил целый один квест, потом зашел на черный рынок И ближайшие минут, по-моему, в 15 Мою героиню тупо насиловали Как только можно и как нельзя Я понял про что Да, я тоже Я такой, ммм, это действительно недобрая игра Вот И короче, да, сильно много времени я не провел здесь, скажем так И как бы я даже особо не знаю, во что тут вкатываться Ну в смысле, из чего выкатываться и во что вкатываться Потому что, в принципе, мы в ReFund обычно говорим общими какими-то вещами Вот Ну и за короткий тайм За короткий промежуток времени, который проводится в игре Особо много из нее не вытащишь Вот Но, как бы, есть некий темно-фэнтезийный мир Он как бы в целом темно-фэнтезийный В том плане, что это не очень радостный мир Там не все скачут счастливо и прыгают У меня за окнами мотоциклисты носятся В этом видео уезжают Кто там Какая-то чума или смерть прошла, короче И, в общем, все нерадостные Вот в этом суть И главная героиня осталась сиротой Без дома, без всего остального Ну, как бы Что же еще? Кем же еще мы можем играть в игре про темное-темное фэнтези? Кроме как, значит, героиню, которой нет вообще Ничего Вот И она пытается хотя бы как-то выжить В этом славном мире Как и мотоциклисты у меня под окнами Все еще От медведя он уезжает Ты не говоришь, это же биск Блин, достопримечательность биска, блядь Ну, да-да-да-да-да-да-да Вот И, по большому счету, игра Это Песочница В которой У В общем, протагонистки Есть Насколько я понимаю Два пути Ну, вообще Есть одно направление Если я правильно считываю Как бы То, что мне игра пытается посылать Там, так скажем Коды Что я хочу уплыть отсюда Ну, в смысле Героиня Вот Для этого надо заработать Большое-большое количество денег Для того, чтобы купить билет на корабль Который еще увозит людей Из этого Славного города В котором героиня живет И, как бы Дальше у меня есть Большой Большой выбор Вот этих самых механик Используя которые Я могу Попытаться Эти деньги Заработать Но в процессе Так же, как В какой-нибудь Кинши Или еще В чем-нибудь Аналогия, кстати Очень хорошая Я могу Влипать В миллион Всяких Приключений Начиная От Вот До Ну Начиная С того, что Меня могут взять В рабство Чуваки Я буду пытаться Оттуда сбежать Потому что Иначе Ну, как бы Другого смысла В том, чтобы Делать Эту Ну, а у меня Ну, как сказать Пока что В моей голове Лона РПГ Это, как бы Супер Хентай Версия Кинши Вот Потому что Кинши Она Ну, типа Тоже Очень Про Страдания Главного героя И возьму С механиками Здесь, как бы У тебя тоже есть Страдающие Средневековье Есть большое Количество механик С которыми Ты можешь Что-то делать Потому что Менюшки Бесконечны Вот И, как бы Твоя задача Сориентироваться В этом Всем Чтобы Видимо Либо Получить Максимум Садистского Удовольствия От Издевательства Над героиней Либо Попытаться Все-таки Как-то Человеческими Методами В этом Бесчеловечном Мире Заработать Деньги Для того Чтобы Уплыть Куда-то В далекое В далекий В далекий Светлый Мир Который Следуя Логике Игры Наверняка Тоже Окажется Несветлым Недалеким И там Вообще Будут Опитать Какие-нибудь Ктулхуистские Короче Монстры Которые Да Что-нибудь Еще более Нехорошее Сделают Хотя Казалось бы Куда хуже Воне Хуже Всегда Есть Куда Ну Я В свое Время Проходил Демонофобию О бля Вот Поэтому Как бы Как сделать Плохо Протагонистке Я Много Видел Способов И методов Вот Да Это Все Что я Хотел сказать Наверное Так Лех Давай ты И я Потом Подытожу Потому что У меня Скорее всего Больше Слов Ну в принципе У меня остались Те же самые впечатления От Lone RPG Как это Когда мы делали Даже первый обзор Совместный По Lone RPG Это Типичный представитель Такого Dark Fantasy Темного мира Где ты получаешь Только одни страдания Да Тут полностью Скажем так Фен Полностью получил Тот экспириенс Который закладывал В него разработчик Если Вспомнить Твиты Разработчика То Они В принципе Позиционируют Эту игру Как Игру Которая Должна Вызывать Депрессию Апатию Плохое Настроение И тому подобное Даже Даже тот же Оттенок Жидкой Субстанции Он Он Такого Желтого Цвета Чтобы Прям Вызывал Нехорошие Эмоции Ты ставил Кстати мод По моему Вов Который Делает Ее Полностью Белой Да Я Полностью Игру Пофиксил Чтобы Она Хотя бы Неотвратно Выглядела Вот Это Как бы Не канон Но Это Упрощает Немного Восприятия Я уверен Там Есть Куча Модов Которые Делают Эту Игру Более Такой Радужный С Цветочками Не Скорее Просто Адекватнее Про Цветочки Вообще Нет Ну Да Но Цветочки Здесь Выглядели Очень Неуместно Как Ты Приходишь К Разбойникам Там Цветочки Пони Радуга А тут Смотри У меня есть член У тебя есть задница Попасть И Ты Такой Ууу И все это И все это С полным Когда В нее Суют Там Металлические Иглы Гвозди Цепи Кровища Хлещет Просто Отовсюду Ее Там Бьют И Как бы Особенно Люди Которые Любят Принимать Главных Персонажей На себя Как бы Надевать Их Шкуру Вышиваться В роль Становится Как-то Не очень Приятно И не Очень Комфортно И вот Всегда Когда я Выходил Из лона РПГ Я шел Просто Ну Условно Плакал В подушку Ну Просто Чтобы Как-то Это Забыть По поводу Цвета Субстанции Кстати Вот у меня На этом Шортсе У которого 1.2 Ляма Блять Какого-то Хрена Просмотра По лоне Там 707 Комментариев И Примерно 300 Из них Вопрошающие Почему Это Субстанция Такого Цвета Желтого У всех Вопрос Какого Хрена Ну Это Вот Китайские Разработчики Это Темное Средневековье Даже Органика Внутри Людей Уже Начала Разлагаться У тебя Все Лев Да Вполне Мне Больше Особо Нечего Сказать Про Лон РПГ Все Таки Ты Больше Гораздо Больше Часов Провел В этой Игре Судя По Обзорам 100 Часов Лон РПГ И тому Подобное Ну Это Просто Написано По поводу Ее Даты Выхода Я ее Нашел В середине Января 22 На тот Момент На ютубе По ней Видосов Либо вообще Не было Либо я их Даже Не смог Найти И у меня Было Столько Ощущение Что мой Первый Потому что Первые 100 просмотров На нем И там Разработчик Мне сразу Написал И в тот Момент В ней было Не то Чтобы Очень Мало Но Намного Меньше Контента Она вот Прямо Еще Была В зачатке И после этого Она уже Начала Как-то Распространяться Там и на серваке Дискорда У автора Было очень много И русских И Иностранных Людей И всего остального Все это В тот вот момент Начало Очень сильно Развиваться По поводу Самой игры Если не вдаваться В слишком Глубокие Подробности Которые Скажем так Не для Подобной Рубрики То она В принципе Лона РПГ Минимум Двухслойная В том плане Что изначально Она выглядит Как вот Да Очень глубокая Темная Фэнтези Где происходит Грубанный Пиздец И По большей части В этом плане Реализм В какой-то степени Что Как в обычных Видео Играх Про Дарк фэнтези В реальности Бы так не было В реальности Вот Все бы было Как в Лоне РПГ Примерно Хоть там и Привлечено Ну как раз Я не соглашусь В том отношении Что Есть вот это Вот Короче Понятие Гримдарка Когда у тебя Ну типа Наслаиваются Мрачные Слои Заворачиваются В темные вуали Потом они покрываются Тьмой Там Короче И так далее И так далее И так далее В том отношении Что Это Ну прям Очень Ну то есть Так же как существует Очень светлый мир Условных сказок Пони Радуги Цветочков И он гипертрофирован Относительно реальности Точно так же Относительно реальности Гипертрофированы Вот эти вот Дарк фэнтези Произведения Которые такие О Все вокруг Предатели Все вокруг Гниет Все вокруг Умирают Все хотят тебя Короче там Убить И так далее Любви там Не существует Дружба Говно Там Ну вот Короче Вот это все И вот это все Еще в гиперболу взять И получится Вот типа Берсерк Лона РПГ Там И какие-нибудь еще Наверняка существуют Произведения Которые вот Настолько Это все Уплотняют И делают Что типа Ну просто Каждый мужчина Мимо которого Проходит Протагонистка Хочет Ей засадить Схватить Оторвать И так далее И короче Как то ее использовать И как Ну Типа Блин Я конечно Понимаю Что иногда Реальность Достаточно Бывает Жестокая И неприятная Но как бы Вот здесь Это Очень Сконденсированная Неприятность И жестокость Гипертрофированные Очень сильно По большей части Ну да Ну да Да То есть Все что в этом мире Существует Существует Не для того Чтобы Сделать мир Более Насыщенным И разнообразным А в каком-то смысле Наоборот Более монотонным Потому что Все что существует В этом мире Призвано Причинять Максимальное Страдание Героине Я Я когда Вот Типа Вот это Первое Значит Подземелье Это Которое Обучающее Где надо Крыс Бить палками Вот Проходил Я удивился Что условные Пауки Которые бегают Во тьме Не подбегают Меня Не кусают И у меня От этого Не опухает Нога Короче Не отваливается Когда прошел Фиренхангер Потому что Я изначально Заподозрил Что мне И их Надо Опасаться Вот Но при этом Еще Короткий Тезис Воткну Что как бы Лона Очень неприятная Игра Но она Осознанно Неприятная В том Ключе Что типа Ты видишь Что автор Приложил Много сил И старания К тому Чтобы Типа Придумать Этот мир Нарисовать Этот мир Продумать Геймплей Продумать Все вот эти Вот болевые Короче Механики И все остальные Штуки И все это Реализовать И Ну в общем Как бы Это Осознанный Авторский Продукт Который Вот да Создан Для того Чтобы Ты туда Приходил И тебе Там делали Плохо Плохо Грустно И больно По крайней По крайней мере Геймплей Он так точно Сделал Ну а так В принципе Если продолжать С того же Момента Скипаем Просто про Реализм Ладно Можете Переборщил Хоть и в этом Есть доля Истины Пусть и небольшая А вот Про ее Свои То есть Первое Опять же Это Темная Фантазия Где Все Хреново Где Вот эти Гоблины Повстанцы Солдаты Прочая Хрень И происходит Лютый ужас И поначалу Ты Когда Заходишь В игру Ты Изначально Видишь Всю эту Жестокость Смрад И ужас И погружаешься Постепенно В геймплей Начинаешь Выполнять Вот эти Вступительные Квесты Которые В принципе Тебя Более Менее Обучают Механикам Начинаешь Исследовать Ближние Локации Которые Пока Еще Не столь Опасны И в принципе Наверное Первые Часов 5-6 Игры Она будет Ощущаться Вот так Когда Как вот Правильно Описал Иван Но Через эти 5 часов Если ты Уже за это Время Успел Адаптироваться И успел Куда-то Пройти Дальше То Открывается Второй Слой Гребаного Юмора Потому что Игра Начинает Рушиться По крайней мере В моих Глазах Потому что Начинаются Всякие Отсылки На Спанчбоба Охо Господи Отсылки Отсылки На Ктулху Тебе Дают Кнопку На которую Ты Нажимаешь И Сбрасывается Ракета Находишь Автомат Ну Не автомат А мушкет И прочую Дичь И в принципе Начинается Какой-то Лютый Трэш Если Очень Коротко Не вдаваясь В детали То вот Так А в плане Реализма Что Тут Не все Делает Тебе Больно То есть Изначально Может показаться Не Понятно Что Как бы Не все Не все И Есть Средства Для того Чтобы Пройти Игру Ну То есть Если бы Вообще Все Делало Больно Единственный Метод Пройти Игру Успешно Был бы Тупо Ее Закрыть На стартовом Меню Да И удалить Такой Не 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 Вот Но Как бы Подавляющее Большинство Штук Которые Здесь Существуют Они Типа Вот Существуют Для того Чтобы Делать Неприятно Я скорее Имею Ввиду Что В том Плани Блять Господи Я имею Ввиду В том Плани Что Разработчик Не Слишком Сильно Гипертрофируют То есть Есть Как Положительные Персонажи Так И Сюжет Объясняет Почему Вообще Все Это Происходит То есть Если Максимально Вкратце Был Вот Этот Именно Континент Остров На котором Было Два Больших Города И Маленькие Форты Между Ними И Вот На Один Город Либо Там Был Эпицентр Либо Что Наподобие Того Пошла Вот Эта Зараза С Красными Мясными Мобами Ну Вот Я В том Видосе Три Года Назад Вернее Два Правильно Привел Аналогию Как Мясной Биом Террори Очень Сильно Похоже Вся Вот Эта Катастрофа Началась Поперли Беженцы Появились Обездоленные Бандиты И Все Вот Это То есть Мир Лоны Не просто Хреновый Потому Что Он Хреновый А у Этого Есть Причина И Ты Спокойно Видишь И Ты Видишь Как Не Ну Как Б Как Сыр Не Я Про То Что Как Сказать Придумать Причину Тому Что Плохой Мир Можно Всегда В Том Ключе Что Ты Гришь Плохой Мир И Я Сразу Такой Типа Ага В Нем Сначала Ебнул Вулкан Потом Метеорит Потом Значит На метеорите Прилетели Платоядные Бактерии Они Давай Всех Сжирать Потом Короче У людей Выработался Иммунитет Появились Типа Супер Сильные Зомби Которые Заражены Вот этими Бактериями И пытаются Всех Вокруг Либо Сожрать Либо Тоже Заразить Вот А еще Давайте Докинем В это Что Они Хотят Не Просто Заразить Что Нибудь Откусив А Они Пытаются Засунуть В тебя Член Чтобы Это Было Еще Изнасилование И Ужасно Неприятно Там Морально Подавляющее И так Далее Вот Я Типа За 10 секунд Я родил Как бы Дальше Осталось Накидать Каких-то На это Все Названий Придумать Какой-нибудь Остров На котором Есть Вот Два Три Города И еще Какие-то Географические Точки Как Это Все Распространялось Между Друг С Другом Все Готово У меня Есть Там Последняя Выжившая Деревня Которую Окружили Типа Вот Зомби Насильники Господь То есть И это При этом Я не человек Склонный Придумывать Там Типа Оооо Ужасные Кошмарные То есть Я просто Знаю Что существуют Некие Вот эти Мрачные Штампы И просто Вот Их Накидал Наслоил Друг на друга И все То есть Как бы Как сказать Одно Другому Не мешает То что Чувак Сел И Продумал Лор Того Что Здесь Полный Пиздец Люди Друг к другу Относятся Типа Абсолютно Поволчьи Ауф И так далее И тому подобное Как бы Это Хорошо Что оно Существует Не просто В режиме Ты шел По улице Тут Внезапно На тебя Выкинулся Мужик Оторвал тебе ногу И убежал Значит В неизвестном Направлении А ты такой Ааа Ну у меня Нога Мне бы Ходить с ней Было бы хорошо А тут Отобрали Вот А то Что Как бы Да Он набирает Огромное количество Штампов Вот Ну типа Не очень хорошее слово Штамп Ну очень подходящее Скажу честно Ну ладно Пускай будут Штампы Но я Не имею ввиду Что это Типа Супер Невероятно Что-то Плохое Потому что Обычно Говорят Типа О Штамповка Типа Фу-фу-фу Типа Теплым Нерадушным И неприятным И Просто Короче В Лоне Автор Накидывает Вот этого Всего От души На все Вокруг И в том числе Как раз Здесь и появляются Вот эти Ну то есть Я выходил В порт Видел рыболюдей И учитывая То что я видел Ну типа Находясь В рабстве У обычных людей Бандитов Я подозреваю Что Можно залететь И вот Как бы К рыболюдям На подобную пирушку И там будет Вообще Неприятно Невесело И я не хочу Об этом думать Вот И не надо Я там был Уф Там пиздец Я Почему вообще Про все это начал Потому что Сколько я видосов Смотрел По Лоне РПГ Либо это были Слишком юморные Видосы И Откровенно Отвратные Как например Чувака У которого На превью Он Леденец Лоне дает Это вообще Просто Максимальный Отврат Я его Закрыл Заблокировал Чтобы больше Нахрен не видеть И никто Из них Не говорит Вот именно Про это Они говорят Напрямую Тут Ебаный Пиздец Тебя ебут Все Больше Ничего Хотя В отличии От Не буду говорить Многих Но некоторых Произведений Тут Тут Какая-то Какая-то Присутствует Логика И Проработка Персонажей Сюжетных То есть Тебе в принципе Интересно В это Погружаться Взять Например Аристократку Она Ну тоже Можно сказать Небольшой штампик Небольшое клише Что она Такая Наивная Хочет Вот Спасти Всех Помочь Беженцам Что их В рабство Берут Все дела А на деле Оказывается Что она Совершает Огромную Ошибку В том плане Что в рабстве Их хотя бы Кормят И они Оттуда Даже Уходить Не могут Ой Не могут Не хотят То есть Есть В лоне Адекватный Неправильно Начинаю Есть адекватные Сюжетные Линии На которые Автор не забил Просто ради Основной Идеи И геймплея Но это Я уже Глубоко Лезу И Вот Основ Основная Затея Опять же Вот Если вспоминать Про твои слова Вань То По факту У тебя Даже не два А три Или четыре Если прямо Рассасыпать Есть пути И так же Ты можешь быть Как По факту Злым Так и хорошим Потому что Есть опция Например Эту Аристократку По итогу Придать Чтобы получить 15 голды И свалить С острова Но Сама Лона Так Проработана Что Что бы ты Не делал Именно Действиями И какой бы Характер Ей не Выбирал В перках Она все равно Будет Следовать Одному Пути Своего Характера То есть Это вот Немножко Не проработано Скажем так Я Сбился То есть Это не ролевая Игра Несмотря на то Что Рпг Указано В названии Игры Ролевая Наполовину Это Больше Immersive Sim Ну да У меня На самом Деле Есть Учитывая Уровни И количество Степеней Свободы Да Есть Именно Такое Ощущение Что Это Immersive Sim Immersive Вот Этим Вот Самым Да Под окнами Я не знаю Просто Насколько Его Хорошо Слышно Там Нормально Ничего Страшного Просто Если Окно Закрыть То Будет Жара Прекрасно Понимаем Так Пусть Рядом Находимся Тут У меня Тоже Жесть Ух 0 градусов Позавчера Сняг Вшел Ну Это Сибирь Лех Это В Питере Питер Не 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 В смысле Я про то Что Я уграл Что Мы в Сибири У нас жарко А в Питере Холодно И снег РПГ Это вообще Что Ты Выбираешь Свой Класс Ты Чаще Чаще Выбираешь Каким Догмам Следует Твой Персонаж И Всякое Вот такое Если вкратце То есть Это Ролевая Мать Ее Игра Но В Лоне Нет Определенного Класса Ты Из Определенных Перков Создаешь Его сам Что тебе Нужно Да У тебя Есть Ограничения С одним Перком Другой Работы Не будет Ты не можешь Одновременно Вот Например Два Характера Взять Все дела Но Да И В диалогах У тебя Нет выбора То есть Сюжет Будет Идти Так Как Он Идет И Исходя Из всех Элементов Если Не растягивать Этот Монолог Минут На 30 То это Иммерсив Сим Ни РПГ Ни разу Потому что В иммерсив Симах Даже Если взять Пресловут Пресловутый Deus Да У тебя Тоже Есть Левел И Че Это РПГ Теперь Нет Это Иммерсив Сим Потому что Ты Играешь В игру Так Как Ты Этого Хочешь И В лоне Ты Тоже Можешь Либо Идти Стелсом Либо Идти Прорываться С мечом Наголо Либо Идти Как Я Суккубом Насаживаясь На все Что Движется И так Убивая Людей Это Гробан Иммерсив У тебя Есть Определенная Цель Это Да Свалить С острова Второго Не дано Есть Только Тупиковые Ветви То есть Например Можно Рыболюдям Прямо В порту Отдаться В рабство И оттуда Даже Если Возможно Забежать То это Максимально Трудно Ты С Большой Долей Вероятности Просто Умрешь Там От Разрыва То есть Если Лону Слишком Сильно Переполнят Она В прямом смысле Взрывается То есть Скорее всего Произойдет Просто Это И Таких Тупиковых Ветвей Очень много Что касается Кенши Почему Я сказал Что Очень Хорошее Сравнение Потому что В Кенши Ты тоже Можешь Попасть В рабство И оттуда Свалить В Воне РПГ Тоже В большей Части Случаев Если Ты попал В рабство Ты должен Оттуда Свалить Либо Ты сдохнешь И причем Вот это Вот свалить Оно Я не хочу Лугать Потому что Не так Часто Попадал В рабство Но оно Уникальное То есть У Гоблинов У Аркоидов Этих Ты попадаешь В пещеру И оттуда И оттуда Тебе Каким-то Образом Сваливать Надо Если Ты В конкретной Части Карты Попадешь Конкретным Бандитам Они Отведут Тебя В конкретный Лагерь И там Будет Здоровый Кабан К которому Тебя Кинут Я могу Ошибаться Но за этого Кабана Вы можете Винить Меня Потому что Я У разработчика Просил Что-то Такое Добавить И Разработчик Я помню Скинул Фотку С членом БК До этого Этой Свиньи Вроде Не было В игре Я могу Ошибаться Просто Поэтому Возможно Сможете Свинить Меня И вот Это Уникальный Побег Потому что У тебя В любом Случа Будет Хентай Сценка Этот Кабанчик Тебе Привяжется И Поможет Тебе Сбежать И ты Вместе С ним С его Помощью Будешь Оттуда Сваливать Побеги А не Падло Тоже Уникальные Ну вот Я Свернул Куда-то В сторону Опять Полез Вглубь А Сюжет Один Прямой Как Гребаная Шпала И Будет Отличаться Лишь То Кто У тебя В конце Будет На Кораблике И Это Зависит Вот От Этих Сюжетных Линии Может Ты Передашь Аристократ Ку Ее Казнят Изнасилуют Еще Что-нибудь А может Ты По просьбе Ее Компаньона Уговоришь Ее Просто Это еще Не добавили В саму Игру Я просто Уперся В стенку Типа Этот Геймдев Не хватает Приписки Нахуй И вот Либо Ты ее Спасешь Уговоришь На корабле С тобой Свалить Либо Ты ее Передашь Также Самой Любимой Маленькой Девочкой Не в плохом Смысле Этого Слова И не в извращенном Игроков В лону РПГ Ты Если пройдешь Ее сюжетку По итогу То она с тобой Будет На Ебать Не унесло Если ты пройдешь Ее сюжетку Она по итогу С тобой На корабле Свалит И Также с девочкой Которая Торгует Бомбами Если ты Прошел Ветку Персонажа И сделал Все правильно Потому что Можно в процессе Обосраться То они будут С тобой На корабле Единственная Разница В концовке На данный момент Это то Сколько Людей Ты спасешь Своих По факту Новообретенных Друзей В этом Грыбаном мире В принципе И все То есть Если вкратце Если это можно Назвать вкратце Потому что По факту Я могу Я могу Уходить Часа два Пролон РПГ Пиздеть То она Вот так И там Не разработчики А один разработчик Один Бедолага Он поэтому Так долго Все это и делает У него даже Времени Не хватает На игру У меня Когда я С такого рода Проектами Сталкиваюсь У меня Всегда Один вопрос Зачем Ну то есть Окружающая Реальность Особенно После двадцатого Года И так Не сказать Что приносит Всем Большое Количество Радости И ощущение Что мы там Существуем Век Супер Процветания И короче Развитие Человечества Не особо Много Вот И тут Ты Запускаешь Лону И просто И игра Такая Типа Я тут Очень детально Очень подробно Буду делать Главному Герою Главной героине Плохо Больно Неприятно Немножечко Будет чего-то Хорошего Немножечко Какого-то Света Ты в этом мире Будешь подбирать Для того Чтобы Ну типа Не совсем Оглушающий Мрак Был И у тебя Было Хоть Хоть к чему-то Здесь Хоть какое-то Хоть какая-то Эмоциональная Привязка Но типа Вот 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 Что Fear and Hunger Типа Привет Я Садистская Абсолютно Вещь Я буду Очень-очень Жестокая И недобрая И Лона И Black Souls И Еще Вагон Подобного рода Проектов Причем Изрядная часть Из них Собственно Делалась На RPG Мейкере Что Тоже Любопытно Короче Да Да Ну Я скажу так Я Обожаю Просто Очень часто В них играю Наверное Больше чем В Трипл Эй Инди-игры Это одна из причин Почему я Люблю тебя Как автора Потому что Ты Чаще всего Тоже делаешь Видосы По инди-играм И они тебе нравятся И У меня Очень-очень Часто Такой Вопрос Тоже Типа Нахрена Почему Вот я Заебавшийся После Десяти Часовой Смены С работы Пришел Домой Поел Сел за комп И крашу Стены Блять Или мою Машины То есть Работаю Не Вот В этом Смысле Я как раз Все прекрасно Понимаю Окраска Стены Отмывка Машин Дает тебе Типа Большое Количество Маленьких Доз Эндорфина Ты подошел К машине Ты взял Ну типа Посмотрел На машину Она грязная Ты взял В руки Мочалку Нажал на капот Капот Чистый Ты такой Я сделал Что-то хорошее Машина Стала чище Ты нажал На другую деталь Ты сделал Что-то хорошее Ты получил Дозу эндорфина Машина Стала чище И так до тех пор Пока вся машина Не станет чистой Ты как бы Поэтапно Четко отслеживая Свой прогресс Типа Получаешь Позитивный Фидбэк От игры Вот И превращаешь Грязную машину Или раздолбанный дом В чистую машину В прибранный И отремонтированный Дом С этим как раз У меня Все прекрасно Понимается А вот Зачем после работы Приходить И играть В лону РПГ Я не представляю Ну то есть Только если у тебя Уж простите За формулировку Хроническая депрессия И как бы У тебя просто Такой Саморазрушительный Инстинкт Ты приходишь И такой Мне надо Еще делать Плохо Плохо Себе делать И молотком По ладони Такой Хуяк 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 Это привет 2007 Да Ну я вообще К чему шел Ой бля К чему шел Я вообще К чему вел Я могу сказать Это все Просто одним Словом Отдушина То есть Например для меня Прийти с работы И нахрена В Pacific Drive Собирать свою машину Либо В этом Название забыл Ну короче Мыть машину Либо Всасывать Тараканов В пылесос Для меня Это просто Отдушина Да Я вижу Свой прогресс Я что-то Делаю Ради своего Интереса Я получаю Дозу Эндорфина И после работы Это вот именно Слово Отдушина И для автора Того же Black Souls Либо Лоны RPG Учитывая Откуда он И в какое Время Просто мы Эту тему Поднимать Не будем Нахрен надо Для них Это тоже Отдушина Если взять Тот же Black Souls Там Очень Сложный Завязанный В дохренища Узлов Лор Завязанный На сказках Множество Авторов Переплетенный Причем Очень Красиво Говардом Филлипсом Лавкрафтом И это Просто Очень Красиво Переплетено И сделано Для автора Все это Придумывать Разрабатывать Делать И выкатывать Своим Фанатам Покупателям Неважно Кому Это Отдушина Слоны РПГ То же самое Если Я Адекватно Сейчас Записываю У меня Это обычно Плохо Получается То Это Можно Понять Что С нашей Стороны Как с работя Которые Мают Сохрению В симуляторах Так И со стороны Разработчика Которые Отвлекаются От своей Жизни Делая Творчество Контент Неважно Какой Не В духе Там Дэйв Задайвер Которая Вся из себя Добрая Милодушная И так далее Вот Но Лон РПГ В этом Смысле Как раз Абсолютно Авторский Проект В Кубе Не знаю В какой Степени Потому что Как бы Видно То Насколько Автор Заморочился Со Совсем С чем он Хочет Заморочиться И тут Просто Надо Как бы Заранее Быть готовым К тому Как бы Над чем Автор Заморачивался Что это Не просто Типа Мрачненькое Что-то Где там Чуть-чуть Чего-нибудь Кто-нибудь Скажет Грубое Или сделает Тут Наоборот Очень редко Очень мало Кто скажет Что-то доброе Что хотел еще сказать Пока рассказывал Про Лону Но выпало Из головы Есть такая книга Вернее Три книги Это трилогия Принц Терний Король Терний И император Терний И это тоже Глубокое Говорить не буду Но Темное Фэнтези В нем Как и в Лоне РПГ Мало того Что есть Скажем так Частицы Нашего Реального Мира Цивилизации То есть Там это Грубо говоря Если очень кратко Описывать После Какого-то Апокалипсиса Все это Фэнтези И даже Тамошняя магия Это что-то Связанное С радиацией И прочей хренью И в Лоне РПГ Есть Кнопка С ракетой Блять Мушкет И прочая Дичь Не Ну Мушкет Там По Аутфиту Выглядит Вполне Приемливо Как будто Да Это еще Хотя бы Логично Просто Как пример Привел И В Принце Терний Как и В Лоне РПГ Грубо говоря Все показано Только там Нет всяких Гоблинов И прочего Подобного Что обычно делают В хентай играх Там вот именно Темное Фэнтези То есть Там сразу же С первых строк Кто вот эти книги Не читал Я всегда Всем советую Это просто Офигенная Трилогия Показывают тебе Максимальный Реализм И Жестокость То есть Там сразу же Отрубают Пальцы Чтобы Драгоценности Собирать В мешок И прочее Такое И Точку фермера Нахинтайнивают Реализм В том плане Что Блядь Как это адекватно Описать Если взять Кингдом Кам Да Это Интересная Очень Игрушка Но В таких Играх Я Мало Вижу Реализм Если сравнивать Их С теми же Книгами Как Принц Терни Либо Лон РПГ Да Это очень странное заявление Можно оспорить Но У меня ощущение Что ты просто реализмом Называешь Мрачность В том смысле Что Кингдом Кам Как раз Супер Реалистичная Штука Он очень светлый Да Как бы Илона И То что То что я слышу Пока что Из описания Принца Терни Вполне Вполне Себе Именно то Гротескное Дарк Фэнтези Которая Как бы делается Ради вот этого Настойного Дарк Флера Одно Это тема Очень долгое обсуждение Я не буду Поднимать Просто Да Тут Смысл в другом Просто Реализм Это очень Скажем так Размытое понятие Можно сделать Просто механики Как в Кингдом Каме То есть То же самое Зелье варенья Сделано просто Офигительно Как вот это Делать шнапс И Обучаться читать Все дела А есть реализм В другом плане Это можно просто Очень долго обсуждать Что касается Блэк Соуса Раз уже Цитрону Про него Кратко скажу То Это тоже Ну как тоже Это очень Бюджетная игра То есть Все Абсолютно все Модельки Которые участвуют В геймплее Они взяты Из бесплатной Библиотеки РПГ-мейкера Но что касается Сюжета И всех его Переплетений Все сделано Максимально Подробно И офигенно Как я уже До этого сказал Там даже есть Такой прикол Что Персонаж Вот этот Вот Лив С которым ты Все это время Бегаешь На самом деле Она Создательница игры Очень долго Ее делала Зашибалась Все дела Но потом Как бы тебе уже Объясняют Что Как бы так Не касаться Второй части Ладно Профиг Касаясь второй части Лив Это один Из богов Из мифологии Говарда Филлипса И она В прямом смысле Создала Этот мир С помощью Главного героя Который Помесь Двух Разных Писателей Вообще В мире Сновидений То есть Кто вот Ознакомлен С вором Кдуху Тот Поймет В мире Сновидений Но Бюджетность Эту игру Очень сильно Преследует Особенно Рисовка В интерсцентах Это буквально Просто В пенте Чувак Нафигачил Ну Лив Допустим Нафигачил В пенте Вот в принципе Просто вот так Хотел ее затронуть И да Короче начал Про нее Что-то говорить Ну я Просто упомянул Я пока Особо Особо Не ковырялся Да Я про нее Просто вспомнил Вот типа Там это вообще Жесть Особенно Вторая часть Ужас Так Кто хочет Рассказать Про что-то Хотя бы Более веселое Более яркое Более светлое Чем то что мы Сейчас обсуждали Капец Я вспомнил Принца Терни Офигел Сейчас немножко Мисс Некопирейтс Я вообще В целом Думал Ну в целом Как будто Все что идет Дальше Более светлое И Ну точно Более светлое Чем Лона Да Это вообще Жесть Я вообще Просто думал Что мы Обсудим Как и планировалось Там первые Два часа Игры В Лону Или наподобие Того А по итогу Нормально Так тема Рассосалась Что уж Ушли Куда-то Ну я ушел В книге Вообще Вспомнил Что у нас Там идет Мисс Некопирейтс Да Я просто Думаю Кто меньше Все говорил И обсуждал Ну По логике Иван Мне кажется Мы наоборот С тобой Всю Лону Про Болтали Ну и Лону Я начинал Так Да Фнафа Будучи представителем Жанра Пулевой Ад Совмещая Прогрессию Прокачки Как в Хейтс При этом Сохраняя Инвентарь И возрождение Напоминающие Дарк Солс Имеет Прикольную Задумку Но Оригинальным Подходом Тут И не пахнет Эротические Сцены Скудные И представляют Типичный Кликер Визуальных Новел Только что Надо побегать И кого-нибудь Побить Перед этим Это показалось Мне достаточно Скучно А нарисованные Арты Настолько Кривовато И неинтересно Порой У меня Складывалось Впечатление Что арты Дорисовывались Нейросетью Хотя Доказательной Базы Для этого У меня Нету Лично Я поиграв Немного Немного Времени Словил Скуку А так же Импотенцию Игровую Пока В это играл Я не могу Сказать Что игра Чересчур Скучная И прям Плохая Однако Интереса Она у меня Сильного Не вызвала Смотря на Эротические Сцены Я не покидал Ощущения С этим И И И В принципе Сейчас начал Очень много Где использоваться В Эротических Играх Очень много Всяких Кликеров Просто Игр Которые Сделаны С помощью Искусственного Интеллекта И все Они Выглядят Просто Как Под Копирку У этой Игры В принципе Сам Геймплей Он Такой У него Интересная Рисовка Вот У меня Диаметральное Противоположное Ощущение Ну В смысле Геймплей У игры Скучный Скучный И Скучный Потому Что На первом Уровне Ты еще Более Менее Нормально Ты приходишь Такой Типа Надо Помахать Палкой Для того Чтобы Кого-то Забороть Я Не помню А по моему Под конец Появляются Только чуваки Которые По тебе Начинают Стрелять И появляется Ну хоть Какой-то Челлендж Ко второму Уровню Ты уже Начинаешь Собирать Типа Себе Пакет Вот этих Вот ХП И ты Просто Врываешься В толпу Врагов Размахиваешь Саблей Стреляешь Из пистолета Все Умирают И ты Такой Ей Ништяк Потом Ты приходишь На третий Уровень И игра Тупо Тормозит Потому Что Я не знаю Там То ли Интеллект Как бы Противников Пытается Просчитываться В прямом эфире Прямо Вот В процессе Того Как ты Путешествуешь По Локации И нету Какого-то Ограничения На расстоянии До героя Или еще Какая-то Фигня Работает Но Типа Я реально Пришел У меня Там 15-20 Фпс В которые Толпы Врагов Которые Ну вот А вот Кстати Я не знаю Это третий Или четвертый Уровень Потому Потому Как будто Было Короче Суть Не в этом Суть в том Что да То ли Третий То ли Четвертый Уровень Врагов Уже Огромные Толпы Ты Уже Просто Одним Взмахом Выкашиваешь Их Просто Как в Какой-нибудь Мусне Хпшек У тебя Столько Что Я не знаю Есть ощущение Что Уровню К пятому Они будут Занимать Половину Экрана Количество Этих Сердечек Их Типа Супер Много Ты можешь Супер В общем Пропускать Огромное Количество Ударов И атак И всего остального Потому что Они тебя И не станет Нормально И так далее И тому подобное И в общем Как бы Экшон Абсолютно Ватный Никакой И в особенности Это все Становится Грустно На боссах Потому что На боссах Тебе как раз Ну то есть Боссов Они пытались Как-то Сбаланс Ну не то что Сбалансировать А типа Продумать Сделать им Какие-то фазы Какие-то Атаки И поэтому Там как раз Начинаются Штуки От которых Надо Уворачиваться Там штуки Которые падают Сверху От которых Тоже надо Куда-нибудь Отпрыгнуть Вот А ты Как бы Нормального контроля Над персонажем Не имеешь Потому что Он двигается Как Марионетка На запутавшихся Нитках И Короче В результате Сложность Становится Не Сложностью Типа С помощью Своей реакции Увернись От этой атаки Подбери Удобный момент Чтобы подойти К боссу Значит И вкатить Ему урона Саблей А в том Что ты просто Боюешь С управлением Персонажем И это Прям Ну Очень Неприятно И неприкольно Но при этом Как раз таки Сценки Мне понравились Потому что И модельки Достаточно Приятно Нарисованные И они Все Типа Разнохарактерные И анимация Ну я не знаю Это аишная Не аишная Анимация Но типа Какая-то И в этом всем Есть озвучка И как бы Да у тебя нету Интерактиву В том плане Что ты просто Ну как В новелке Прокликиваешь Вперед Вот Но у меня С этим как раз Не было никаких проблем И я такой Типа Ну Геймплей Здесь посос Но Вот типа Сценки Как будто Ради них Часть этого геймплея Можно потерпеть Но потом Вот типа Случились Вот эти 15 фпс И я такой Не 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 Это Это жуть Какая-то Ну и очевидно Что как бы Гейм Игровой баланс И геймдизайн Ну типа Чуваки Вообще Не слышали О таких понятиях Поэтому Просто такие На тебе Миллион Бонусов Ну у тебя Теперь много Сердец На тебе Миллион Противников Просто Просто Руби Почему я Вообще Добавил Эту игру В список Чтобы Наглядно Показать Что произошло Со стимом Когда он Разрешил Опубликовывать У себя Игры Эротического Содержания Потому что Вот этот Разработчик И вот Эта игра Это Полностью Фабричная Эротическая Игра Из стим То есть На которую Еще Надо Накатывать Патч Она Сделана Как я понял На Юнити В принципе Да Сценки Это Максимально Скажем так Клишированная Штука Возможно Они Дорисовывались С помощью Иишки Но В целом Сделаны Скорее всего Без Ее Участия Геймплей Это Максимально Аркадная Обычная Фиговина Такое ощущение Будто бы я взял Какую-то просто В руки Портативную Консольку И вот на ней Играю А Рисовка в целом Мне Почему-то Напомнила Рим Ворлд Только так Немного Вот именно Модельки персонажей И то Как они держат Оружие Это будто Вот мои дебилы В Рим Ворлде Пытаются В кролика Блять попасть Ну это Да Есть что-то Очень отдаленное И вот Опять же Повторюсь Это Полностью Фабричная Игра Они Захватили Стим Как только Все это Началось Они Сделаны На Отшибись У них Есть Свой Шарм То есть Первые Два Уровня Мне Понравились Я просто Бегал Искал Секретики Статуэтки Вот эти Чуть Чуть Следил За сюжетом Он Хотя бы Немножко Там есть Убивал Мобов Спасал Девушек Единственная Девушка Которая мне Понравилась Это в Печере Вот Девочка Которая Застряла В своей Пушке Да Степсистер Разрываем Стак Да Мне понравилась Шутка Что Она Сначала Бегает Здоровенный Шут Штукой Шмаляет Потом Ты ее Заваливаешь Ой Я Застряла Там Конечно Полностью Начинает Нарушаться Все законы Физики Но Как бы Пофигу Законы Физики В таких Играх Это Просто Вообще Отдельная Штука Ну Да Но Все Таки Основная Мысль Которая Проходит Через Всю Эту Игру Это То Что Везде Все Недоделанное Как-то Делали Натяп Ляп Чтобы Просто Чтобы Просто Выбросить На рынок Ну Да Сейчас Таких Много Проектов Ну Как бы В отличие Например От Огромного Засилия Проектов Типа Блин Я даже Название У них Не знаю Короче Есть Какой-то Движок 3D Который Делает Горячих Цыпочек Ты Там Можешь Кастомизировать По-всякому Одевать Там Есть Какая-то Я так Понимаю Симуляция Тканей Разного Другого И Типа Много Игр Которые Вот На этом Движке Состряпаны И Это Типа Либо Визуальные Новеллы Либо Что-то Около Визуальные Новеллы Где Ты Вот Как бы Как Какие-то Че-то Выстраиваешь Короче Вот с этими 3D Бабищами И Как бы В отличии От Тех Трехмерных Бабищ Типа Местные Девочки Девушки Мадамы Модели Как их Назови Они Типа Хотя бы Глаз Радуют Я скажу Вот так То есть Это Не Как бы Топ Тир Анимация Там Дизайн И так Далее Но Как бы Адекватное Качество Ну не знаю Как минимум Да Это что-то На что ты смотришь И такой Да Я вижу Что это Аниматяночка Она Горячая Вот Там Есть какие-нибудь Вкусовые Моменты Типа Типа Я бы Хотел Чтобы Вот Но Это Уже Как раз Таки Вкусовщина И так Далее Ну вот Как бы Относительно Вот этого 3D 3D Что-то 3D Короче Я бы Аркадный То же самое Было Там Что-то Про Какого-то По иронии Вовку Тоже Был Этот Экшен Платформер Ты Бегал Прыгал Стрелял Спасал Девушку И была Точно Вот такая Же Сценка Да По качеству Понятное Дело Тех Годов Мне уже 25 Годиков Типа Но Она Была Это Просто База И Все Это Конвейерная База И В стиме Хинта Игры Желательно Если ты Покупаешь Искать Либо Обзоры На них Либо Про них Что-то Читать Потому что Вообще Многие люди Просто такие Она Стоит Мало Куплю Ну на самом деле Ну хотя Ну как бы В стиме Читать Обзоры Да Что касается Например Моей Профессиональной Деятельности Просто И Связки С Хентаем Как бы На При всем Моем Желании Как бы Почаще И посерьезнее Освещать Этот Аспект Вот Потому что Ну типа У нас была История С Флип Вич Футажи Типа Для обзора Которые Сначала Пришлось Искать Потому что Авторы Такие Не Не У нас Не Будет Никакого Режима Типа Для Стримеров Вот Чтобы Можно Было Ну Хоть Что Нафутажить Что-то Под Что Я бы Мог Пустить Закадровый Голос И сказать Что Да Это Игра Она Существует В ней Есть Порно Но Это Нормальное Метроидвание Здесь Нормально Управляющийся Герой Дробь Героиня Он Она Прыгает Левел Дизайн Все Как бы Красиво Смотрится А музыка А музыка Такая Что я ее До сих пор Слушаю Вот И короче Пришлось Очень сильно Запаривать Наших монтажеров Потому что Ну типа Вот Такая фигня Ничего нельзя При этом Самое Бесячее На самом деле Что как бы Показывать Ничего нельзя А обсуждать Можно Ну то есть Как бы Голосом Я могу Много чего Проговорить А показывать Показывать Нет В чем Ну вот Эта игра Она Из разряда У нас Был бюджет Короче Боль То есть Она сделана Очень хорошо Да Я Увидел ее В рифанде Потом После этого Через дня Четыре Наверное У нас С Алексеем Вышел Рифап И там Чувак Даже в комментариях Написал Блин Я думал Со стоп гейма После предыдущей игры Типа уже стали По хентай играм делать Я в нее опять же Поиграл Она сделана Качественно Годно Она приятно Играется Даже не взирая На свой хентай контент Да То есть Оттуда Как бы Выкини Всю Клубничку Ну как бы Во первых Мир немножко Потеряет Потому что Это как будто бы Часть Местного очарования По моим ощущениям Но типа Тем не менее Это будет Вполне себе Господи Я забыл Компетентная Короче Метроидвания В которой У тебя есть И уровни И локации И способности И у тебя есть Смысл Типа Возвращаться назад И так далее И вот такие игры Они встречаются Зараза Довольно Такие Редко То есть Как бы Как бы Я не хотел Намного Чаще Обозревать У себя На канале Вот такие Игрушки Откуда Выкини Хентай И они все равно Будут играться Интересно Потому что Я все же Стараюсь Как-то Более Серьезно Более Серьезно Делать Свой Контент А не просто Делать акцент На Ебать Писи Как Крамш Почему-то Вспомни Их юмор Короче да Не строить На этом Свой контент Но их мало Вот Донха Донха Флип Вич И сейчас Сразу же Прям не вспомню Ну вот Фопнайт Тоже В принципе Убери Хентай Все равно Останется Интересный Геймплей Их мало Это Печально Чаще всего Либо Конвейер Либо Игры Сделанные Ну просто Ради Реколекшн Рума То есть Где Геймплей Он просто Сделан Ради того Чтобы Не просто Так В тебя Бросаться Артами С Голеньки Они Девочками И все Эх Аниме Эх Стим Или еще Что-то Эх В Которую Я сегодня Как раз Таки Утром Поиграл Сколько Вообще Наиграли Как Вам Я наиграл Пару часов И в принципе Остался Довольным Игрой Ну я Наверное Меньше Но В целом Да Вот Удивительное Кстати Дело Но у меня Сложилось Впечатление Как будто бы Вот этот Вот Сокумб Брюери Делался Не ради Хентайного Контента В том отношении Что типа В Мини игре Бара И Ресторана Типа Есть какая-то Осознанность В Количестве Сюжетных Всяких Диалогов В Продвижении Истории Как бы Слишком Много Старания А Все Сценки Хентайного Характера Которые Как минимум Я поймал Они Настолько Типа О привет Давай Перепихнемся О все До свидания И ты такой А Тут Что так Что произошло Вот Какое Такое У меня Впечатление Короче Осталось Ну да Там В принципе Эра Контента Он Построен По принципу Клик 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 Как Типично Для Игр На РПГ Мейкере Ну да Он Даже Проблема Не столько В том Что Клик 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 Потому Что В Той же Нека Пайрат Клик 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 повеселимся первая фраза она значит раздвинула ноги вторая фраза ну она короче себя ласкает третья фраза ну она кончила все давай спать на диком западе чем происходит так бы в реальной жизнях ну блин не в реальной жизни как бы хочется насладиться вот и поэтому у меня как раз ощущение что несмотря на то что как бы формально ты можешь войти в режим типа я развратная официантка выйти на смену топ лес и значит зажимать шоты сиськами и так далее но при этом все это настолько как бы мимо как будто кадра происходит что в общем да я вот как бы вместе к пайрат все существует ради того чтобы ты посмотрел сценку всяком брюере как будто бы наоборот все существует и еще для того чтобы игра продавалась мы сделали и йохин тайной но она мне очень сильно напомнила вальгалу то есть вальгале тоже вот играем за бармена наливаем напитки каждому клиенту свой все дела но понятное дело вальгалу она во первых не хин тайная пусть там есть персонаж вот этот андроид со своими вбросами там чисто про диалоги и сюжет здесь хин тай он очень сильно вплетен в основу игры и его просто так не выкинуть то есть есть какой-то сюжет который нам не раскрывают особо сильно что вот на крышах все это находится какой-то транспорт который именно с крыш вниз нас ведет учитывая что мы на крыше при этом еще люк в канализацию кого-то хрена есть на самой крыше а сюжет с этой вот владелицей этих зданий и всего остального все это читается проходится приятно и вообще в принципе про сюжет автора я я читал его как это патч ноут и в принципе его мысли о самой игре которой он занимается он нацелен на то чтобы ее закончить в принципе в протяжении там у какого-то срока также он заявлял официально то что количество контента которая будет в игре пропорционально скажем так зависит от того насколько много ему приходит донатов на патреон это частое явление это неудивительно по поводу мы принципе да по поводу мои цепинки так вот есть основной сюжет есть какой-то какой-то небольшой лор этого мира и тебе в этом всем интересно вариться даже невзирая на сам хентай по факту ты можешь даже не идти путем разврата а просто работать но у тебя есть ограничение в виде редный арендной платы и всего такого то есть тебе будет без хентая намного сложнее все чаевые и прочие будут теряться и она грамотно плетено но сюжет в принципе построен на том то что он связан напрямую с хентаем и в принципе строится концовки в игре три концовки которые строятся на том как активно ты работал в баре как активно ты открывал грудь перед клиентами и в принципе на том на совокупности этих факторов вливается у тебя одна из трех концовок ну как в принципе и гласит описание самой игры я его читал что поддастся ли главная героиня вот этим всем мирским желанием или будет просто работать в своем баре адекватно но это мне очень сильно напомнило вальгалу не хватает только персонажи именно клиентов да есть вот эти вот три девушки то и тайный заговор вот этой их хозяйки помещений какие-то банды но не хватает вот именно клиентов клиенты это просто какие-то дядьки которые сделаны ради хентая кроме одного чувака получается самого первого которому ты деревянную катану даешь он там стоит чили типа я вас защищу да такая маленькая непродолжительная особо ее хватит часа на два с небольшим игрушка которую будет приятно поиграть 12 вечера вот я вот так могу описать у нее нет каких-то своих особых особо сильных достоинств да персонаж скажем так типичный для большой аудитории то есть здоровые ляхи большая грудь еще вот эти неко наушники кошачьи все сделано в этом плане ради контента и есть я уже тавтология на тавтологии попадает на воде свой сюжет его и все просто реально игрушка слишком маленькая слишком малого могу про него сказать у меня все по кругу идет поэтому можно и закруглить с самими напитками что могу еще сказать геймплей такой себе то есть ты просто можешь либо не добрать либо перебрать но очень легко вот в эту идеальную область попасть и все в то время как в той же вальгали с которой я сравниваю все сделано намного более грамотно то есть там и сиропчик добавляешь настраиваешь крепкость напитка все остальное там это все продумано максимально интересно играется и интересный основной сюжет и механики не вальгали в том числе та же самая механика что если ты удовлетворяешь потребности своей героини там взять подписку на что-то компакт-диск или типа того то она помогает тебе подсказками в том плане что она помнит что у тебя клиент заказал и ты спокойно это делаешь а если не удовлетворять то у него в башке вот будет просто прокручиваться какая-нибудь песенка или наподобие того и ты будешь должен сам все эти напитки помнить как-то так а тут просто маленькая хинтайная пародия но в принципе неплохая поэтому да закругляем на этом этот колобок ну и по факту у нас осталось только им иной если правильно вспомнил и нари и нари еще монстр гелл квест вообще я крышка это ман мусу квест парадокс рпг изначально это вот тут я могу просто ошибаться но изначально это была новелла по факту особо ничем не отличающаяся просто в ней не было геймплея ты сугубо следовал постепенно по всем вот этим девушкам и читал сюжет но потом начали делать вот именно на рпг мейкере рпг версию она если я не ошибаюсь даже еще полностью не вышла то есть вот есть диалоги и делается третья часть я могу ошибаться но по моему да и но она стала просто-напросто легендарный потому что мало того что там принимала участие очень большое количество художников там если не ошибаюсь наши вроде есть приписки какой художник нарисовал тот или иной арт так еще и народу очень сильно эта игра понравилась и прямо ушла в массы как своим сюжетом так и не сказать геймплеем а шириной возможностей количеством возможностей меня она в свое время максимально сильно увлекла потому что я любитель погриндить а гриндить здесь можно прямо с огромнейшим удовольствием как минимум из-за профессий профессии можно менять профессии очень много у профессии есть эволюции и некоторые профессии это объединение двух предыдущих профессий я такой человек которому нравится что-то комбинировать и смотреть что из этого получится по этой причине мне мистик сурвайвл понравилось потому что эволюция вот оружие что из этого получится и в свое время на ps2 я играл в rogue galaxy там были жучиные бои и вот этих жуков ты сам ловил кормил их и скрещивал и там было просто огромная тонна комбинации этих жуков у меня еще оттуда пошла любовь к этому и вот в этой игре прям максимально окунулся в гринд и в просмотр что из этого выйдет у меня вот такой вот если скажем так ближайший опыт у вас как по игре у меня проблема во первых с любым около типовым фэнтези потому что любое около типовой фэнтези приходит говорит здравствуй у меня есть замки рыцари драконы я такой вау никогда такого не было и вот опять да ну короче ну дел дел даже не в том что как бы никогда такого не было вот опять с этой точки зрения типа ты берешь вестерн вау никогда такого не было опять ковбой значит и какие-нибудь бандиты друг по другу стреляют но я к тому что у меня типа это все не вызывает никаких особых эмоций и поэтому мне для того чтобы фэнтези пришла и сказала его ваня тут есть что-то интересное клевое обрати на меня внимание в ней должно быть что-то монстр герл в этом смысле ничего не делает как раз наоборот у тебя есть герой который просыпается после того как и значит к нему во сне приходит какая-то там богиня который этот мир создала вот и она такая типа ты герой ты избранный ты должен делать избранные вещи он такого божья герой я избран вау никогда такого не было и вот опять и короче дальше начинается типикал жрпг ты ходишь собираешь party начинаешь вот этот все фармить дубасить и по крайней мере в тот кусок который я наиграл весь хентай был только в моментах когда я проигрывал от чего у меня в целом короче был очень такой рефлекс почесать репа потому что какого черта в игре ну условно хентайной ну потому что как бы практически все персонажи с которыми ты дерешься типа монстры они как бы то топлис мадемуазели вот ну или как минимум высокий процент из них вот и поэтому когда ты проигрываешь они как бы героя насилуют и в моей голове обычно секс короче работает наоборот в том отношении что типа мы с кем-то построили какие-то взаимоотношения и это но типа награда за то что эти взаимоотношения достигли определенной точки мы друг другу доверяем вот настолько что можно заняться а здесь получается как бы у тебя есть мир сюжет который значит куда-то двигается счет какие-то квест происходит ты что-то выполняешь данжи там зачищаешь но при этом ну либо видимо такого рода секс ждет где-то далеко впереди как в какой-нибудь визуальной новелле если типа это все выросло из визуальной новеллы то тогда понятно но пока что типа то что ты получаешь это сначала значит ты проигрываешь кому-то она тебя насилует и потом богиня значит тебе такая а ты проиграл значит девушки слизи но на самом деле блин я вообще не понимаю как ты мог проиграть девушки слизи ведь это самые слабые противники в игре так что иди-ка ты перерождайся и давай все заново и ну типа это все собрано по лекалам g rpg в том плане что ты просто идешь по карте значит где на тебя кто-то может напасть ты не видишь как кто-то к тебе кто-то подкрадывается у тебя просто в какой-то момент срабатывает внезапная битва и ты такой ну поехали пошагово подеремся я этот ну типа эту под механику g rpg ненавижу всей душой потому что ну типа я не понимаю как это должно работать и почему вот соответственно я побегал короче пострадал от вот этого вот парадокса что типа какого черта меня тут все насилуют и успокоен вот единственная штука которую я не выписывал но которую ты проговорил что типа над игрой работало огромное количество художников у меня как раз было ощущение того что типа арты монстров нарисованы очень разными людьми или одним человеком в разном настроении потому что они очень разные и с очень разным типа уровнем исполнения вот что касается хентая я удивлю тебя но тут можно поднимать отношения со своими компаньон шами то есть ты вот получаешь этот замок и все монстры которые перешли на твою сторону они в штучном экземпляре будут жить там и если им дарить подарки в основе своей еду с ними будут повышаться отношения из и за счет этих отношений ты с ними открываешь именно в замке там в комнате своей или наподобие того хентай сценки они все будут обратным изнасилованием реверсы рейп по той причине что мы играем за шота мальчику это вот тот самый штамп если ты что-то мальчик тебя будут насиловать обоюдно это все еще обоюдное соите но она вот так вот будет выглядеть он весь такой там в какой-то момент ты просто смиряешься с этим если решаешь играть дальше и в плане самого мира он тоже клишированы да он интересный со своими приколами по факту ты вначале встречаешь на две стороны противодействующие и либо ту либо ту берешь к себе в команду либо богиню либо принцессу королеву демонов и уже от этого вообще отталкивается сюжет в общем есть свои приколы но основа мира вот это классическая не считая того что идет направление больше хентай фэнтези и в этом мире получается есть люди и девушки монстры и девушки монстры это в какой-то степени но я не хочу это приводить пример ну ладно в какой-то степени как фури в том плане что у них животные инстинкты им надо спариваться есть цивилизованные наподобие девушки кролика она вообще у тебя в замке будет барменом у нее есть голова на плечах она как минимум на половину человек а есть прямо вот животные как например мышь и вот это прям жесть как-то вот так вот если в плане хентаях и в принципе мира но геймплей на это даджи рпг то есть первая же аналогия которая приходит в голову это файл фэнтези и я не помню либо в какой-то из старых финалов либо где-то еще вот эту проблему они в какой-то степени пофиксили если ты бежишь прямо то есть и по мнению игры ты идешь в сторону своей цели какой-то конкретной то она будет намного меньше битв тебя бросать если ты просто мансуешь в разные стороны она понимает что тебе нужны битвы они будут случаться часто здесь такого вроде как нету это большая проблема что да битвы они просто рандомны и все в плане механик своих вот что я подразумевал говоря геймплей как я уже выразился выше она очень богатая в том числе каждый монстр которого ты встречаешь помимо своей профессии у которой свои есть особенности есть еще своя раса которая как бы та же самая профессия в плане своей прокачки и вот это все комбинировать строить из этого свой конкретный отряд это и доставляет основной основное удовольствие от геймплея сюжет он 50 на 50 кому-то зайдет кто соскучился по старым рпг где вот именно вот этот старенький клишированный сюжет кому-то нет я вот так вот могу сказать если вкратце они рассказывают алексей я могу только единственно добавить чтобы данной игре существует аниме а так это вы это вот так росло в смысле сначала была игра потом было аниме я знаю чтобы было и есть аниме а многим по каким годам они выходили первая часть парадокса монстр квеста вышла в пятнадцатом году в апреле насколько я правильно помню вторая часть вышла в июне 22 июня 22 2017 года аниме я не помню вот единственно что я знаю там их по моему серий то ли ты то ли что-то около того там не аниме там как как я это называю аниме хентай да то есть по не скажу что многим но по некоторым хентай играм особенно в последнее время выходит аниме адаптации то есть если вспомнить то что мы с тобой обозревали этот брейв принцесс милия по ней вышли две серии тоже немки да и поэтому руин сикиру тоже вышло то есть если игра заслуживает внимание аудитории то вот эти вот бюджетные инди студии по хентаю ее берут выдергивают из нее для себя самое вкусное и делают по этому поводу хентай и в основном как я понял они либо у себя от на сайте его продают либо компакт диском так я я требую адаптацию winter memories может быть будет кто поищу если на еду скину вот так вот и происходит то есть изначально была новелла как я знаю потом вот это рпг и потом уже хентай адаптация вот аниме а так там вообще это все выросла в довольно таки большую вселенную там энциклопедия монстр одев есть прямо википедия с этими всеми девушками вот это вот игрушка которую мне скидывали просили меня сделать на нее обзор я походу вкладку с ней закрыл но она вот и называется энциклопедия монстр одев но у нее готов лишь один уровень и буквально пять квестов там даже обзор делать не нужно вообще рассказывать то есть дело нагодно не более того вся боевка там представлена в секс-битве то есть либо ты первый либо девушка и все если очень коротко описывать но сделаны красиво и качественно художники старались даже какие никакие анимации есть но упомянуть разве что вот так вот могу да это большая популярная вселенная как-то так ну видимо не вот интересно очень послушать и наряду мне вот интересно господин владимир а ты мне скидывал данный проект а это конкретно еще на не так это и я я предложил притащить да ну ладно потому что я уже не помню чё там а потом 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 патапата потому что из-за того что типа я в дону дону и фап найт нормально не поиграл вот было бы озвучено предложение притащить или я сам сказал типа я на предложение было звучно да потому что в две игры очень мало на играл вот да просто как бы и нари я точно не вытащу никуда нормально вот хотя бы у вас немного порассказываю короче в начале двухтысячных существовал условный жанр дэйтсимов когда у тебя есть какой-нибудь городок собранный из какого-то количества значит не ассетов а типа локации на которых ты можешь чем-нибудь заниматься там типа какие-нибудь не знаю за дворки и там на них проводят чемпионаты по этому самому кулачному бою и ты короче туда приходишь и ты поначалу ничего не умеешь но как бы с прокачкой характеристики сила ты как бы можешь занимать все более высокие места зарабатывать все больше денег есть какая-нибудь больница где за эти деньги там тебя после этих боев могут починить полечить есть какая-нибудь школа где ты можешь типа с кем-нибудь затусить по прокачивать отношения короче и так далее так далее так ну то есть такой набор мини игр которые позволяют с одной стороны прокачивать постепенно главного героя с другой стороны прокачивать его отношения с девушками разбросанными по этому городу вот потому что там зачастую можно было условно затусить много с кем в разных местах в самых неожиданных порой обстоятельствах вот и чё так я на самом деле у меня даже нету нормального объяснения какого черта я зацепился за и нари потому что возможно steam после того как я поиграл в флип вич и прошел ее такой типа ага ты мальчик интересуешься вот этими делами вот и стал что-то мне как-то более агрессивно подсовывать и может быть я клюнул на обложку вот потому что но типа милая вполне прикольная мадам там пляж я на какие-то ассоциации сработали сдаем возможно может вы может быть но хотя особо с пляжем у меня я если секс секси бич имеется в виду то в него как раз я наиграл меньше всего и у иллюжен soft work software не помню кто они вот нож я большой поклонник артифиша академии диалоги но сейчас не об этом вот и короче внезапно оказалось что и нари это типа на нормальных современных мощностях воскрешение вот чет похожего по жанру в том плане что как бы формально здесь есть сюжет типа главный герой что там находит какой-то то ли господи короче находит какую-то информацию о каком-то сокровище которая находится в городе куда он собственно приезжает а город этот где он собственно учился в детстве и соответственно он селится значит в свой старый дом где рядом с ним собственно есть его подруга детства ее мать вот и в соседнем доме живет еще одна подруга детства которая была его чуть младше но как бы сейчас они уже все взрослые вот и как бы пока ты выполняешь какие-то квесты у тебя есть всякие вот эти вот занятости которые ты делаешь по городу потому что можно в местной гостинице по подрабатывать иронично вообще вот это выписано в том отношении что ты приходишь у тебя есть лакшери гостиница ты такой я могу вам помогать они такие у нас лифт но ни хрена себе у вас лакшери гостиница и как вам о гуси ты занимаешься короче типа соедини проводочки красного зеленого синего цвета снизу с соответствующими проводочками наверху в лакшери гостиницы значит на растениях обитают какие-то жуки которых надо давить периодически там ну как бы остальное уже не такое критичное типа на кухне может подгореть какая-нибудь сковородка в номерах у кого-нибудь может быть не заправлена вот но все это представлено просто мини играми почему я провожу параллель с а могу сам которые делаются вот типа за два-три клика тебе надо просто в определенный ограниченный отрезок времени типа успеть там снять белье собрать мусор и потом вернуть простынь короче свежую на кровать и все в игре короче выполнена такого рода вот мини играми типа ты приходишь в гостиницу работаешь это вот эта штука ты приходишь домой кто-нибудь значит из девушек занимается работой по дому ты такой я хочу прокачать с тобой отношения давайте я помогу вот и ты собственно домашними делами начинаешь заниматься там типа тут протереть тут выбросить мусор тут тоже походится за какими-нибудь жуками внезапно торчащими из кустов да вот ну типа вот таким вот тайм киллер ством ты большую часть времени занимаешься при этом как бы сюжет особо не двигается или двигается медленно и вообще никак не двигаются персонажные ну типа персонажные арки наверное это можно назвать вот но на самом деле они не то чтобы арки в том плане что изначально ты приезжаешь и все девушки к тебе как бы не то что предрасположены но как бы на тебя смотрят с интересом вот и со временем прокачивая отношения ты просто открываешь какие-то новые значит хентайные сцены которые не то чтобы как-то сильно углубляют их характер в том плане что типа ты узнаешь какие-то новые детали там их предыстории мотивации всего остального ну типа замкнутая мадам как была замкнутой в самом начале так она замкнутая остается до самого конца но типа такая относительно замкнутая в том плане что как бы замкнутая замкнутая потом ее как разомкнет а давай 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 быстрее это не дорисовывает какого-то яркого характера им но при этом они достаточно типа самобытно выполнены чтобы с одной стороны восприниматься как клише с другой стороны типа обладать тем не менее какой-то долей вот этого вот уникальности собственной которая бы им позволяла быть ну типа адекватно воспринимаемыми не картонными буратинами у которых есть собственно только как бы половые их признаки с которыми только исходя из этого можно взаимодействовать вот проблема игры на данный момент заключается в том что она в раннем доступе и выйти должна только где-то летом и соответственно она сейчас ну как бы прямо сейчас я наблюдаю за тем как она развивается в том отношении что на моих глазах туда докинули рыбалку потом к этой рыбалке привязали какие-то квесты был была относительная проблема того что как бы ты доходишь до какой-то хентайной сценки они ну типа с одной стороны тоже представлены как и во всех новеллах просто прокликиваемым полотном текста ну смысле ты прокликиваешь кучу слайдов но как бы то что происходит вокруг она не слайдовая она анимированная она достаточно аккуратно отрисована и вроде бы здесь есть тег типа искусственный интеллект и есть некоторая схожесть сцен между и нари и вот этой вот пиратской господина к пайра цели как там она называлась я уже забыл вот но тем не менее короче она выглядит и ощущается очень приятно и лампово но типа раньше было так что ты доходишь до собственно веселого контента у тебя проходит сценка и дальше персонаж такой типа не 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 ты ко мне не прикасайся я не знаю ты не знаешь отстань вот на моих глазах соответственно добавили отдельный режим когда ты можешь подойти к любой девушке в любой момент ну типа если она не занята и такой типа слышь пойдем пошалим пойдем пойдем вот и типа это отдельная как раз таки интерактивная получается такая ну не кат сцена но ну сцена не назовем это словом кат вот и короче не знаю ничего как будто выдающегося прям нету но вот ощущение очень похожие у меня на неко пару про которую мы сегодня говорили игра непритязательная не претендует на то чтобы там перевернуть твой мир или не знаю быть самым развратным приключением в стиме из всех какие ты видел блин я хотел сказать она даже стоит не то чтобы конских денег но стоит она 550 рублей 8 баксов мне кажется я ее покупал по скидону потому что мне кажется я покупал за 300 но может ее сделали подороже короче да суть в том что типа продукт в целостности своей очень приятно и прикольно ощущается и поэтому короче вот да я такой типа пришел и пропагандирую типа если вы если хочется мягкого ванильного мороженого с клубникой вот и нари отлично заходит вот это вот самое приятное когда ты находишь какую-то игру в раннем доступе и она у тебя на глазах буквально не забрасывается обрастает контентом но я видимо ее правильно нашел там три девушки 1 с фиолетовыми волосами другая с короткими черными да не одна с короткими фиолетовыми 2 с оранжевыми длинными 3 они с короткими черными но просто они видимо да на главной картинке почему-то короче вообще у нее длинные черные волосы но видимо они у нее на этом на этой пикче за спиной да она очень эта игрушка похожа на самый мэморис вот про которую мы упоминали сейчас там есть винтер первая часть это самар 2 винтер отличаются они минимально а ну и единственный как бы ощутимый минус игры в том что у нее очень роботический перевод на английский язык она я не знаю то ли с корейского то ли еще с какого-то из-за этого в общем периодически вылезают какие-то очень странные формулировки и фразы но как бы с этим надо просто смириться ну и как минимум в стиме пока что только на английском русского даже не завезли но типа моя проблема в том что я хорошо знаю английский язык я могу и слышать и читать на английском и у меня ноль проблем с этим поэтому как бы у меня с этим в и нари не было проблем это причем даже самая первая игра этого разработчика но не пишет страну разработал ну да по скриншотам подписание и нари это вторая игра вот этой студии там как-то странно у них то ли то да если ты киш на разработчик это и нари вылезает если ты киш на издателя нам вылезает еще одна игра инкубус которая типа очень визуально похоже на и нари но типа нам намного проще она ну вот тут самое смешное что winter memories и summer memories находятся в похожих товарах сразу же вдвоем да ну вот winter memories я по-моему где-то видел да там тоже такая ламповая игрушка где ты просто приезжаешь в городок на каникулы тоже что-то мальчик развиваешь отношения с девушками занимаешься какой-то отдельной работой то есть например повышаешь свою выносливости либо зарабатываешь денежки и вот таким всем занимаешься на протяжении игры тут просто лёха играл больше всего я очень мало про него сказать но да я winter memories видел сейчас вот я на нее перешел я вспомнил что меня отпугнуло все героини просто с 10 тоннами бидонами мясо вот я такой типа я как-то не то чтобы за плоскость но хочется хочется чего-то более реалистичного то игры они блин от одной к другой то слишком маленькие то слишком большие принципе интересная игрушка надо будет скачать попробовать так получается спустя 2 часа 40 минут но это не учитывая что все вздохи ахи и прочее будут вырезать у нас на это все дело ушло ладно я хотя бы осознал что не я один вот так вот звук записываю заикаюсь и т.д. и т.п. прям груз души я думал я один буду тут а а б я сбился подождите а не они не чудеса монтажа выправляют любую но это было сильно я не ожидал что мы вот так вот долго будем обсуждать кран очень атмосферно посидели все это обсудили 3 походу умер ну не часто получается такие темы поговорить так что война вместе ческать их я немногословно сегодня до 3 часа до 3 часа уже просто умер наговорился тогда в принципе на этом все спасибо дорогой симпатяга зритель что слушал иван наговорил спасибо что согласился вы реально из кайф он очень вам пола посидели все это обсудили рассказали я не ожидал что вот так вот прям даже хорошо получится если честно у меня уже слов не то я рад поболтать я люблю такое дело так тогда в принципе на это все ну а сейчас конкретно для записи скажу на этом все всем спасибо всем до связи на стоп хентай . всем счастливо всем пока так и на счет 3 на красную кнопку чтобы потом не офигевал а 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 Мы не ангелы, парень